Книга десятая. 1758-1759 годы. Необычайная энергия, вызванная во мне временным возбуждением и позволившая мне уехать из Эрмитажа, покинула меня, как только я оказался за его пределами. Едва я устроился на новом месте, как сильные и частые приступы моей болезни осложнились новыми страданиями. Меня с некоторых пор мучила грыжа, причем я не знал, что со мной. Скоро я стал жертвой жесточайших припадков. Врач Тьери, мой старый друг, навестил меня и объяснил мне мое состояние. Зонды, свечи, бандажи и прочие атрибуты старческих недугов, разложенные вокруг, заставили меня жестоко почувствовать, что нельзя безнаказанно сохранять молодое сердце, когда тело перестало быть молодым. Весна нисколько не восстановила моих сил. Я провел весь 1758 год в состоянии изнеможения и думал, что уже подхожу к концу своего жизненного пути. Я ждал этого момента с каким-то нетерпением. Отрешившись от химер дружбы, освободившись от всего, что заставляло меня любить жизнь, я больше не видел в ней ничего, что могло бы сделать ее для меня приятной. Впереди мне представлялись одни страдания и беды, мешающие наслаждаться существованием. Я мечтал о том, как я стану мгновенно свободным и навеки спасусь от врагов. Но вернемся к нити событий. Мой переезд в Мон-Мурансе как будто озадачил госпожу де Пине. Она этого, видимо, не ожидала. Плохое состояние моего здоровья, суровое время года, всеобщее забвение, в котором я оказался, все внушало ей и Гримму уверенность, что, доведя меня до последней крайности, они вынудят меня просить пощады и униженно добиваться, чтобы меня оставили в убежище, откуда чувство чести повелевало мне удалиться. Я переехал так внезапно, что у них не было времени предотвратить удар, и не осталось другого выбора, как только поставить все на карту и либо окончательно потерять меня, либо постараться вернуть в Эрмитаж. Гримм выбрал первое. Но мне кажется, госпожа де Пине предпочла бы второе. Об этом я сужу по ее ответу на мое последнее письмо, где она заметно смягчает тон, взятый ею в предыдущих письмах, как будто оставляет открытым путь к примирению. Она заставила меня ждать ответа целый месяц. И такое запоздание тоже говорит о том, что ей трудно было придать ему приличную форму и придумать необходимое объяснение. Выказывать особую любезность она не могла, не компрометируя себя. Но после прежних ее писем и моего неожиданного отъезда можно только удивляться, как тщательно она избегает какого бы то ни было обидного слова. Привожу ее ответ целиком. Связка Б, номер 23, чтобы читатели могли судить об этом. Женева, 17 января 1758 года. — Только вчера, милостивый государь, я получил ваше письмо от 17 декабря. Мне прислали его в ящике, полном разных вещей, а ящик находился в пути все это время. Я отвечу только на приписку. Само письмо мне не совсем понятно. Если б у нас была возможность объясниться, я охотно отнесла бы все происшедшее за счет недоразумения. — Возвращаюсь к приписке. Как вы, наверное, помните, милостивый государь, мы условились, что жалование садовнику в Эрмитаже будет проходить через ваши руки, чтобы дать ему сильнее почувствовать свою зависимость от вас и избавить вас от смешных и непристойных сцен, подобных тем, которые устраивал его предшественник. Доказательством этому служит то, что его жалование за первые два квартала было вручено вам, а за несколько дней до своего отъезда я условилась с вами, что суммы, выданные вами вперед, будут вам возвращены. — Я знаю, что сначала вы отказывались. Но ведь вы выплачивали вперед по моей просьбе, следовательно, я должна вернуть долг, как мы и договорились. — Кагуэ сообщил мне, что вы не пожелали взять эти деньги. — Решительно тут какое-то недоразумение. Я отдала распоряжение, чтобы их опять отнесли вам. Право, я не вижу причины, почему вы, несмотря на наш уговор, желаете оплачивать моего садовника и даже за то время, когда вы уже не жили в Эрмитаже. — Итак, я надеюсь, милостивый государь, что, вспомнив все, о чем я имею честь вам писать, вы не откажетесь принять деньги, любезно уплаченные вами за меня. После всего, что произошло, я потерял доверие к госпоже Допене и решил не возобновлять с ней отношений. Я не ответил на это письмо, и наша переписка на этом кончилась. Видя, что мое решение принято, она приняла свое и, примкнув уже целиком к замыслу Гримма и Гольбаховской клики, сообща с ними, старалась потопить меня. Пока они орудовали в Париже, она действовала в Женеве. Гримм, впоследствии уехавший к ней, довершил то, что она начала. Труншен, которого они привлекли и без труда, оказал им деятельную поддержку и стал одним из самых свирепых моих преследователей, хотя, подобно Гримму, никогда не имел ни малейшего повода на меня жаловаться. Все трое в полном согласии принялись тайно сеять в Женеве семена, давшие жатву четыре года спустя. Труднее пришлось им в Париже. Где я был более известен. А сердца менее расположены к ненависти и не так легко проникаются ею. Чтобы наносить удары с большей меткостью, они прежде всего пустили слух, будто я отошел от них по своему почину. Смотрите письмо Де Лейра, связка Б, номер 30. После этого, прикидываясь по-прежнему моими друзьями, они стали ловко распространять коварные обвинения, придавая им характер жалоб на несправедливость друга. Таким образом, они вызывали больше доверия, их охотнее выслушивали, а меня порицали. Глухие обвинения в предательстве и неблагодарности произносились с большой осторожностью. Но тем большее впечатление производили. До меня дошло, что они приписывали мне чудовищные злодейства. Но я никогда не мог узнать, в чем, по их рассказам, эти злодейства заключались. На основании молвы я мог вывести только то, что речь шла о следующих четырех главных преступлениях. Первое. Моем удалении в деревню. Второе. Моей любви к госпоже Дудето. Третье. Отказе сопровождать в Женеву госпожу Депене. Четвертое. Отъезде из Эрмитажа. Если они прибавляли к этому еще другие упреки, то приняли при этом такие надежные меры, что мне оказалось совершенно невозможным когда-либо узнать, в чем эти упреки заключались. Именно к этому-то моменту я, кажется, могу приурочить изобретение той системы, которую мои гонители применяли с успехом столь огромным, что это может показаться чудом всякому, кто не знает, с какой легкостью принимается на веру все, что благоприятствует человеческой злобе. Постараюсь в немногих словах объяснить, к чему сводится эта темная и таинственная система, насколько мой взгляд мог проникнуть в нее. Обладая именем уже знаменитым и известным во всей Европе, я сохранил всю простоту своих прежних вкусов. Мое смертельное отвращение ко всему, что называется сговором, кликой, интригой, сохранило мне свободу и независимость, не знающую других цепей, кроме сердечных привязанностей. Одинокий, всюду чужой, живущий в уединении, без опоры, без семьи, не признавая ничего, кроме своих принципов и обязанностей, я бесстрашно следовал путями правды, ни в ком не заискивая и никого не щадя в ущерб истине и справедливости. Более того, удалившись за два года перед тем в уединение, не переписываясь ни с кем о злободневных событиях, не имея отношения к тому, что делается в свете, не получая никаких известий и не интересуясь ими, «Я жил в четырех лье от Парижа, столь же отдаленный от этой столицы своим равнодушием, как был бы отделен от нее морским пространством, живя на острове Тиньяни». Остров в Тихом океане к северо-востоку от Новой Гвинеи Гримм, Дидро, Гольбах, наоборот, находясь в центре круговорота, жили, вращаясь в самом высшем свете и делили между собой едва ли не все его сферы. Сговорившись, они могли заставить слушать их всюду, среди вельмож, остроумцев, литераторов, судейских чинов и женщин. Ясно, какое это давало преимущество трем тесно сплотившимся лицам против четвертого, находившегося в том положении, в каком оказался я. Правда, Дидро и Гольбах были не из тех, по крайней мере, я так думаю, кто способен плести черные интриги. У одного на это не хватило бы злости, а у другого — ловкости. С тех пор, как была написана эта книга, все, что мне удалось различить в окружающей меня тайне, вызывает во мне опасение, что я не знал Дидро. Примечание Руссо. Но именно благодаря этому союз их был прочнее. Гримм один составлял у себя в голове план и сообщал из него остальным только то, что могло привлечь их к соучастию. Он имел на них такое влияние, что легко этого добивался, а результаты соответствовали его великой изобретательности. Эта великая изобретательность подсказала ему, какое преимущество представляет его позиция по сравнению с моей. Поэтому он замыслил, не компрометируя себя, испортить мою репутацию и создать мне совершенно противоположную, окружая меня при этом глухой стеной, которую мне невозможно было пробить, чтобы бросить свет на его происки и сорвать с него маску. Такое предприятие было нелегким, поскольку надо было скрыть всю его мерзость от глаз тех, кто должен был принять в нем участие. Надо было обмануть порядочных людей. Надо было отстранить от меня всех, не оставив мне ни одного друга, ни малого, ни великого. Да что я говорю? Надо было устроить так, чтобы ни одного слова правды не дошло до меня. Если бы хоть один великодушный человек пришел и сказал мне, вы разыгрываете добродетельного, а между тем вот что говорят про вас, и вот на основании чего о вас судят, что вы на это скажете, правда восторжествовала бы, и Гримм был бы уничтожен. Он это знал. Но он изучил самого себя и мерил людей по своей мерке. Мне обидно за честь человечества, что расчет его был так верен. Он вел свой подкоп во мраке и по неволе должен был продвигаться к своей цели медленно. Вот уж двенадцать лет, как он следует своему замыслу, а самое трудное еще не сделано. Надо еще обмануть все общество. Еще есть глаза, следящие за ним пристальнее, чем он думает. Он этого опасается и еще не смеет выставить свои козни на свет Божий. С тех пор, как это было написано, он совершил этот шаг с самым полным и непостижимым успехом. Мне кажется, это Троншен сообщил ему необходимое мужество и средство, примечание Руссо. Но он открыл нетрудный способ вовлечь в них власть, и эта власть вершит мою судьбу. Имея эту опору, он подвигается вперед с меньшим риском. Так как приспешники власти не испытывают особого стремления к правому пути и еще меньше к откровенности, ему уже больше не приходится опасаться вмешательства кого-либо из порядочных людей. Прежде всего нужно, чтобы я был окружен непроницаемым мраком, и чтобы его козни были постоянно скрыты от меня, ибо он знает, что с каким бы искусством он ни ткал их, они никогда не выдержат моего взгляда. Великая ловкость этого клеветника заключается в том, что он как бы щадит меня и придает своему верломству видимость великодушия. Я уловил первые последствия этой системы по глухим обвинениям со стороны Гольбаховской клики, хотя и не мог ни понять, ни даже догадаться, в чем эти обвинения заключаются. Делейр сообщал мне в своих письмах, что мне приписывают какие-то злодейства. То же самое, но более таинственно, говорил мне Дидро. Но когда я вступал с тем и другим в объяснение, все сводилось к вышеперечисленным пунктам. Я чувствовал постепенное охлаждение в письмах госпожи Дудето. Я не мог приписывать это Сен-Ламберу. Он продолжал мне писать все так же дружески и даже навестил меня после своего возвращения. Не мог я приписать причину этого и себе, потому что мы расстались с нею очень дружелюбно. И с того времени только мой отъезд из Эрмитажа мог быть ей неприятен. Но она сама поняла его необходимость. И вот, не зная, чему приписать это охлаждение, в котором она не признавалась, но которое было слишком заметно моему сердцу, я стал опасаться всего. Я знал, что она очень считается со своей невесткой и гриммом, из-за их отношений с Сен-Ламбером. Я боялся их интриг. Из-за этих волнений опять открылись мои раны, и мои письма стали такими бурными, что она прекратила со мной переписку. Мне мерещились тысячи ужасов. Но что происходило в действительности, я не мог разобрать отчетливо. Такое положение невыносимо для человека с воображением легко воспламеняющимся. Если бы я жил в совершенном уединении, если б не знал ничего, я был бы спокойнее. Но сердце мое еще хранило привязанности, дававшие моим врагам тысячу преимуществ передо мною. И пробивавшиеся в мое убежище слабые лучи позволяли мне лучше различать глубину скрываемых от меня тайн. Я, несомненно, изнемог бы от этой муки, слишком жестокой, слишком невыносимой для моего открытого и прямого характера, ибо я не умею скрывать свои чувства и страшусь тех, которые скрыты от меня. Но, по счастью, представилось нечто интересное для моего сердца, отвлекшее меня от того, чем я был поглощен против воли, и это подействовало на меня благотворно. Навестив меня последний раз в Эрмитаже, Дидро говорил мне о статье «Женева», которую Даламбер написал для энциклопедии. В этой статье, помещенной в седьмом томе энциклопедии, Даламбер выступил защитником театра как полезного учреждения, решительно осуждая запрет, которому подвергался этот вид искусства в Женеве со стороны господствовавшей там кальвинистской протестантской церкви и выдвигая проект создания в Женеве театра. Статья была вдохновлена Вольтером. Руссо, напротив, дорожил удаленностью родного города от того, что он считал развращающим влиянием цивилизации. Он сообщил мне, что эта статья, согласованная с некоторыми женевцами из высшего круга, имела целью учреждение в Женеве театра, что меры приняты и театр не замедлит открыться. Так как Дидро, по-видимому, находил, что это очень хорошо и не сомневался в успехе, и так как у меня с ним было слишком много других спорных вопросов, помимо этой статьи, я ничего не сказал ему. Но, возмущенный всей этой затеей, имеющей целью занести соблазн на мою родину, я с нетерпением ждал тома энциклопедии с этой статьей, чтобы решить, не будет ли возможности выступить с каким-нибудь возражением, которое отразило бы жестокий удар. Я получил этот том после того, как поселился в Мон-Луи и нашел, что статья написана очень ловко, искусно и достойно ее автора. Это, однако, не заставило меня отказаться от намерения ответить на нее. Несмотря на угнетенное состояние, несмотря на свои жестокие огорчения, на суровое время года и неудобства моего нового жилища, где я еще не успел устроиться, я принялся за работу с усердием все преодолевшим. Довольно суровой зимой в феврале месяце, находясь в состоянии, описанном выше, я каждый день отправлялся на два часа по утрам и настолько же после обеда в открытую башню, стоявшую на краю сада, в котором находился мой домик. Башня эта, возвышавшаяся в конце проведенной по наспе аллеи, выходила на долину и пруд в Монморансе, и из нее можно было видеть на горизонте простой, но внушительный замок Сен-Гроссиен, убежище добродетельного Котина. Котина 1637-1712 маршал Франции, один из наиболее выдающихся полководцев Людовика XIV, был любим солдатами, оставил мемуары. В этом помещении, в то время обледенелом, незащищенным от ветра и снега, я работал не согреваемый никаким огнем, кроме огня своего собственного сердца, и в течение трех недель составил свое письмо к Даламберу о зрелищах. Речь идет о знаменитом письме Руссо к Даламберу, появившемся в 1758 году в ответ на упомянутую выше статью Даламбера Женева в энциклопедии. Это было, поскольку Юлия была готова только наполовину, первое из моих произведений, работая над которым я испытывал удовольствие. До тех пор возмущенная добродетель заменяла мне Аполлона. На этот раз его заменили душевная нежность и кротость. Несправедливости, которых я был лишь свидетелем, приводили меня в гнев. Те, которых я стал жертвой, опечалили меня. Но моя печаль, лишенная желчи, была печалью сердца слишком любящего, слишком нежного, обманувшегося в тех, кому оно приписывало свой собственный склад и вынужденного замкнуться в самом себе. Переполненное всем, что со мной только что произошло, еще встревоженное столькими потрясениями, сердце мое смешивало свои страдания с мыслями, которые рождались во мне при обдумывании моей темы, и это сказалось в моем сочинении. Сам того не замечая, я описал в нем свое тогдашнее положение. Я обрисовал гримма, госпожу Депине, госпожу Дудето, Сен-Ламбера, самого себя. Сколько восхитительных слез пролил я за этой работой. Увы, в ней слишком чувствуется, что любовь, роковая любовь, от которой я старался излечиться, не покинула моего сердца. Ко всему этому примешивалась какая-то жалость к себе. Я чувствовал себя умирающим, и обращался к людям с последним прости. Далекий от страха смерти я смотрел на ее приближение с радостью. Но мне было жаль покинуть ближних, прежде чем они узнают, чего я стою, прежде чем поймут, как любили бы они меня, если б лучше меня знали. Вот тайная причина особого тона, которым это сочинение так резко отличается от предыдущего. Я исправил письмо к Даламберу, переписал его начисто и уже собирался отдать в печать, как вдруг после долгого молчания получил письмо от госпожи Дудето, повергшие меня в новую печаль, самую сильную из всех, какие мне до тех пор доводилось испытывать. В этом письме связка Б номер 34 она сообщала мне, что моя страсть к ней известна всему Парижу, что я говорил о своем чувстве людям, предавшим его огласки, что слухи о нем, дойдя до ее любовника, чуть не стоили ей жизни, что наконец он оценил ее поведение по справедливости и мир между ними восстановлен, но что она обязана ради него, так же, как ради себя самой и своей репутации порвать со мной всякие отношения. Впрочем, она уверяла меня, что оба они никогда не перестанут интересоваться мной, будут защищать меня в обществе, а она будет время от времени справляться обо мне. «И ты, Дидро», воскликнул я, «недостойный друг». Однако я все еще не мог решиться осудить его, ведь моя слабость была известна и другим людям, и они могли рассказать о ней. Я хотел сомневаться, но вскоре это уже стало невозможным. Некоторое время спустя Сен-Ламбер совершил поступок, достойный его великодушия. Достаточно зная меня, он представлял себе, в каком состоянии я должен был находиться, когда одни из друзей меня предали, а другие покинули. Он навестил меня. В первый раз у него было мало времени, он приехал второй раз. К сожалению, я не ждал его, и меня не было дома. Он застал Терезу, и их беседа продолжалась более двух часов. Они сообщили друг другу немало фактов, которые было очень важно знать и ему, и мне. Через него я с изумлением узнал, что в свете все уверены, будто госпожа де Пене жила со мной, как она живет теперь с гримом. И Сен-Ламбер изумился в свою очередь, узнав, насколько этот слух ложен. К великому неудовольствию этой дамы Сен-Ламбер был на моей стороне. И все разъяснения, полученные мной в результате этой беседы, окончательно уничтожили во мне всякое сожаление о том, что я бесповоротно порвал с ней. Относительно госпожи Дудето он сообщил Терезе несколько подробностей, неизвестных ни ей, ни даже самой госпоже Дудето. Знал их только я и доверил одному Дидро на правах дружбы. И для того, чтобы поведать о них, он выбрал как раз Сен-Ламбера. Это последнее обстоятельство заставило меня окончательно решиться и порвать с Дидро. Но я долго обдумывал, как это осуществить. Я заметил, что тайные разрывы оказывались невыгодными для меня, поскольку позволяли самым жестоким моим врагам по-прежнему носить маску дружбы. Правила приличия, установленные на этот счет в свете, словно продиктованы духом лжи и предательства. Казаться другом человека, когда вы перестали им быть, значит, оставлять за собой возможность вредить ему, обманывая честных людей. Я вспомнил, как знаменитый Монтескье, поссорившись с отцом де Турнемином, стал во всеуслышание объявлять об этом, говоря всем и каждому «Не слушайте ни отца Турнемина, ни меня, когда мы говорим друг о друге, потому что мы перестали быть друзьями». Турнемин французский иезуит, один из сотрудников реакционного иезуитского органа Журналь де Треву, который вел ожесточенную борьбу с энциклопедистами. Этот образ действий встретил живое одобрение. Все хвалили его прямоту и великодушие. Я решил в отношении Дидро последовать этому примеру. Но как из моего уединения объявить о разрыве достоверным образом и не вызвать скандала? Я решил вставить в свое сочинение в виде примечания отрывок из книги «Премудрости Иисуса» сына Серахова. Полагаю, что тогда этот разрыв и даже повод к нему станут совершенно ясными для посвященных, а остальные ничего не будут знать. А главное, я старался упоминать о друге, от которого отказывался с уважением подобающим даже угасшей дружбе. Все это можно видеть в самом сочинении. В письме к Даламберу, касаясь своего конфликта с Дидро, Руссо писал «У меня был Аристарх, строгий и справедливый. У меня его больше нет, и я не хочу другого. Но я буду всегда сожалеть о нем, и сердцу моему его не хватает еще больше, чем моим сочинением». В подстрочном примечании к этому месту дана выписка из Библии, кончающаяся следующими словами. «Поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство могут отогнать всякого друга». В этом мире не знаешь, где найдешь, где потеряешь. И видно, всякий честный поступок становится преступлением, если враждебна судьба. Тот самый шаг, которым восхищались в Монтескье, на меня навлек только порицания и упреки. Как только сочинение мое было напечатано, и я получил его экземпляры, я послал один из них Сен-Ламберу, который накануне написал мне от имени госпожи ду-де-то и своего самую дружескую записку Связка Б номер 37. А вот что он написал мне, отсылая обратно экземпляр моей книги Связка В номер 38. ОБОН 10 октября 1758 года Право, сударь, я не могу принять вашего подарка. Когда я прочел строки, где, упоминая о Дидро, вы цитируете отрывок из Экклезиаста? Он ошибается. Это из книги премудрости Иисуса Сина-Серахова. Книга выпала у меня из рук. После наших разговоров этим летом вы, казалось мне, убедились в том, что Дидро не повинен в нескромности, которую вы ему приписываете. Еще полбеды, когда слуг мало. Но в тех домах, где я бывал, их было много. Все чрезвычайные наглецы, плуты, народ очень расторопный в смысле угождения своим собственным интересам. И мошенники эти умели сделать так, что я беспрерывно в них нуждался. Парижанки очень умны, но о таких вещах имеют самое привратное представление, и, желая поберечь мои средства, они меня разоряли. Если я ужинал в городе довольно далеко от дома, то хозяйка ни за что не позволяла мне послать за извозчиком, а приказывала заложить лошадей и отвезти меня домой. Она при этом бывала очень довольна, что дала мне возможность сберечь 24 су на извозчика, и не думала о том, что я должен дать Экью ее лакею и кучеру. Писала ли мне дама из Парижа в Эрмитаж или в Монморансе, она, жалея те четыре су, которые я должен был бы уплатить за доставку письма, посылала мне его со своим слугой. Он приходил усталый, весь в поту, и я считал себя обязанным накормить его и дать ему Экью, вполне им заслуженное. Предлагала ли она мне провести неделю-другую у нее в деревне, она говорила себе, все-таки бедный малый сэкономит за это время, еда ничего не будет ему стоить. Она не думала, что в течение этого времени я совсем не буду работать, что мои домашние расходы на хозяйство, квартиру, белье и одежду не прекратятся, что я буду платить цирюльнику вдвое дороже, и что у нее мне придется тратить гораздо больше, чем у себя дома. Хотя я позволял себе такое скромное расточительство только в тех немногих домах, где имел обыкновение гостить, оно, тем не менее, было для меня разорительно. Могу заверить, что я истратил не менее двадцати пяти экю в доме госпожи Дудето в Обоне, где ночевал не более четырех или пяти раз, и более ста пистолий в Эпине и Шевретти за те пять или шесть лет, когда был там частым гостем. Эти расходы неизбежны для человека моего характера, не умеющего ни о чем позаботиться, ни к чему примениться, ни вынести вида угрюмого лакея, когда тот ворчит и прислуживает вам неохотно. Даже у госпожи Дюпен, где я был свой человек и оказывал слугам тысячу любезностей, от них я никогда не принимал ни одной услуги иначе, как за деньги. В дальнейшем пришлось совершенно отказаться от этих маленьких трат, которых мое положение уже не позволяло мне делать. И тогда я еще сильнее почувствовал неудобство бывать у людей неодинакового со мной положения. Будь еще такая жизнь мне по вкусу, я утешался бы тем, что обременительный расход оправдывается моими удовольствиями. Но разоряться для того, чтобы скучать, было просто нелепо. Меня до такой степени тяготил подобный образ жизни, что, воспользовавшись свободным промежутком, который тогда у меня наступил, я решил не прерывать его, и, совершенно отказавшись от большого света, от сочинения книг, от всех литературных связей, замкнуться на весь остаток дней в узкой и мирной сфере, для которой был создан. Доход от письма к Даламберу и новой Элуизе немного поправил мои финансы, сильно истощившиеся в Эрмитаже. в перспективе у меня было около тысячи ЭКЮ. Эмиль, за которого я принялся вплотную, когда закончил Элуизу, сильно подвинулся вперед, и доход от него должен был по крайней мере удвоить эту сумму. Я задумал поместить этот капитал так, чтобы он давал мне небольшую пожизненную ренту, которая вместе с заработком от переписки позволила бы мне существовать, не прибегая к помощи писательского пера. У меня было еще два сочинения в работе. Первое это мои политические установления. Я проверил, в каком состоянии эта книга и обнаружил, что на нее нужно потратить еще несколько лет труда. У меня не хватило мужества продолжать ее и ждать, когда она будет окончена, чтобы осуществить свой план. Итак, отказавшись от завершения этого труда, я решил извлечь из него то, что возможно, а все остальное сжечь. Взявшись за дело горячо, я, не прерывая работы над Эмилем, меньше, чем в два года, придал окончательную отделку общественному договору. Оставался музыкальный словарь. Это была работа ремесленная, для денег, и ее можно было делать во всякое время. Я решил, что брошу ее или буду продолжать, как мне вздумается, смотря по тому, окажется ли она необходимой для меня или излишней при собранных мною средствах. Что же касается чувственной морали, то этот труд, едва лишь намеченный, я совершенно оставил. У меня был еще план, если удастся обойтись совсем без переписки, уехать куда-нибудь подальше. Из-за наплыва посетителей жить близ Парижа было для меня очень дорого, и приходилось поэтому тратить много времени на заработок. А для того, чтобы не скучать в своем убежище, как скучает всякий писатель, когда оставит перо, я приготовил себе занятие, которое могло бы заполнить пустоту моего одиночества и избавляло бы меня от искушения напечатать при жизни еще что-нибудь. Не знаю, что за фантазия пришла Рею, но он уже давно убеждал меня написать свои воспоминания. Хотя история моей жизни была до тех пор небогата событиями, однако я чувствовал, что воспоминания мои могут стать интересны той прямотой, которую я способен проявить в них. И я решил сделать их произведением единственным в своем роде, написать его с беспримерной правдивостью, чтобы в нем можно было увидеть душу хотя бы одного человека без всяких прикрас. Я всегда смеялся над фальшивой наивностью Монтэня. Он как будто и признает свои недостатки, а вместе с тем приписывает себе только те, которые привлекательны. Тогда как я всегда считал и теперь считаю, что я в общем лучший из людей. И вместе с тем уверен, что как бы не была чиста человеческая душа, в ней непременно таится какой-нибудь отвратительный изъян. Монтэнь 1533-1592 знаменитый французский писатель, автор опытов, тонкий наблюдатель общественных нравов и свободомыслящий философ-скептик, отрицавший авторитет церкви, идейный предшественник просветителей. Я знал, что в обществе меня рисовали чертами до такой степени непохожими на мои, а иногда и такими уродливыми, что даже не скрывая ничего дурного в себе, я могу только выиграть, если покажу себя таким, каков я есть. Поскольку это невозможно сделать, не показав и других людей такими, каковы они есть. Подобное сочинение не могло бы появиться в свет ранее моей собственной смерти и смерти многих других, а это еще больше придавало мне смелости написать свою исповедь, за которую мне никогда не придется ни перед кем краснеть. И вот, решив посвятить своей досуге тщательному выполнению этой задачи, я принялся собирать письма и бумаги, которые могли направить или пробудить мою память, глубоко сожалея обо всем, что когда-то разорвал, сжег, потерял. Этот проект полного уединения, один из самых разумных, какие только у меня бывали, прочно укоренился в моем уме, и я уже принялся за его осуществление, когда небо, готовившее мне иную участь, кинуло меня в новый водоворот. Монмуранси, старинная и прекрасная водчина знаменитого рода, который носит это имя, после конфискации уже не принадлежит ему. Анри Монмуранси, маршал Франции, был казнен в 1632 году за участие в восстании против французского короля Людовика 13-го, а имения его были конфискованы. Она перешла через сестру герцога Анри к роду Конде, переменившему название Монмуранси на Энгиен. В этом герцогстве нет другого замка, кроме старой башни, где приносили клятву вассалы, а теперь хранится архив. Но в Монмуранси или Энгиене есть особняк, выстроенный круаза по прозвищу Бедный, величественный, как самые великолепные замки и заслуженно называемый замком. Внушительность этого прекрасного здания, терраса, на которой оно расположено, вид, открывающийся оттуда, быть может, единственный в мире, его просторные, расписанные превосходной кистью гостиная, окружающий его сад, разбитый по плану знаменитого Ленотра, все это составляет гармоническое целое, поразительно величавое и вместе с тем пленяющее какой-то простотой. Ленотра, Ленотра Андре, 1613-1700, французский архитектор 17 века и планировщик садов, создавший свой стиль в этом искусстве, ему принадлежит планировка королевских парков в Версале. Герцог Люксембургский, занимавший тогда этот дом, приезжал два раза в год в эти края, где некогда его предки были хозяевами, и проводил здесь в общей сложности пять или шесть недель как частный человек, но в роскоши, не уступавшей старинному блеску его рода. Герцог Люксембургский 1702-1764 один из крупнейших военачальников французской армии в войне за австрийское наследство, маршал Франции с 1757 года, в эпоху своей дружбы с Руссо, находившейся уже на покое. В первый свой приезд туда, после моего переселения в Монмуранси, маршал и его супруга прислали лакея, который передал мне поклон от их имени и приглашение ужинать у них, когда мне будет угодно. И в каждый свой приезд они не забывали повторять то же самое приветствие и приглашение. Это привело мне на память госпожу де Безанваль, пославшую было меня обедать в буфетную. Времена переменились, но я остался тот же. Я не желал, чтобы меня посылали в буфетную и мало дорожил столом вельмож. Я предпочел бы, чтобы они оставили меня в покое, нечествуя и не унижая. На учтивость герцога и герцогини люксембурских я ответил вежливо и почтительно, но не принял их приглашение. Герцогиня люксембурская в первом браке маркиза де Буфле блестящая светская дама, в молодости славившаяся своим легкомысленным поведением, а в старости ставшая законодательницей хорошего тона. Мое нездоровье, мой застенчивый нрав и неумение вести разговор заставляли меня содрогаться при одной мысли о появлении в обществе придворных, и я даже не пошел в замок поблагодарить, хотя понимал, что как раз этого-то и хотят от меня, и что вся эта предупредительность вызвана скорее любопытством, чем расположением. Между тем любезности продолжались и даже все усиливались. Графиня де Буфле, очень дружившая с супругой маршала, приехав погостить в Монмурансе, прислала узнать о моем здоровье и выразила желание меня видеть. Я ответил как должно, но не тронулся с места. В следующий приезд на Пасху 1759 года кавалер де Лоранзи, принадлежавший к двору принца де Конти и кругу герцогинь Люксембургской, несколько раз был у меня. Мы завязали знакомство. Он настаивал, чтобы я сделал визит в замок. Я не послушался. Наконец, однажды в полдень, когда я меньше всего этого ожидал, ко мне приехал сам герцог Люксембургский в сопровождении пяти или шести лиц. На этот раз никак нельзя было уклониться. Под страхом прослыть нахалом и невежей, я уже не мог не отдать ему визита и не засвидетельствовать своего почтения его супруге, от лица которой он осыпал меня самыми любезными комплиментами. Так начались в недобрый час отношения, от которых я уже не мог больше защититься, хотя с полным основанием страшился их, пока не оказался в них втянутым. Я ужасно боялся герцогини Люксембургской. Я знал, что она хороша собой. Я видел ее несколько раз в театре и у госпожи Дюпен за 10-12 лет перед тем, когда она еще была герцогиней де Буфле и блистала красотой в первом расцвете. Но ее считали злой, и такая репутация столь знатной дамы вызывала во мне трепет. Едва я увидел ее, как уже был покорен. Я нашел в ней ту чарующую прелесть, то обаяние, не исчезающее с годами, которое всего более способно подействовать на мою душу. Я предполагал, что она говорит умно, но колко и извительно. Ничуть не бывало. Она говорит совсем не так, гораздо лучше. Разговор ее не пересыпан блестками остроумия. В нем нет неожиданных оборотов, сопоставлений, нет даже собственно того, что называется гибкостью ума. Но он полон восхитительного изящества, никогда не поражающего и всегда очаровывающего. Ее похвалы тем более пленительны, что они так просты. Кажется, будто она, не думая, роняет их вскользь, и будто уста ее говорят от избытка чувств. Мне в первое же посещение показалось, что, несмотря на мой неловкий вид и нескладную речь, я ей понравился. Все придворные дамы-мастерицы уверить в этом, когда хотят, будь то правда или нет, но не все умеют, подобно герцогине Люксембурской, сделать эту уверенность такой отрадной, что сомневаться в ней не хватает дух. В первый же день я готов был почувствовать к ней полное доверие. Вскоре я действительно почувствовал его. Если бы ее падчерица, герцогиня де Монмуранси, ветреная, довольно хитрая и довольно насмешливая особа, не принялась за меня и своей болтовней не вызвала у меня подозрения, что под покровом бесчисленных похвал со стороны ее маменьки и притворного заигрывания со стороны ее самой меня попросту вышучивают. Может быть, я не так-то легко разуверился бы в этом, если бы оставался только в обществе этих дам. Но исключительная благосклонность самого маршала убедила меня, что их любезность неподдельная. Принимая во внимание мою застенчивость, можно только удивляться, до чего быстро завязались у нас с герцогом отношения равного с равным, как ему того хотелось, и не менее удивительно его готовность ничем не нарушать полнейшую независимость, в которой я желал жить. И он, и его супруга были уверены в том, что я доволен своим положением, не желаю изменять его, и, по-видимому, не интересовались моим материальным положением, и не думали о моем устройстве. Хотя я не мог сомневаться в теплом внимании их обоих ко мне, они не предлагали мне места или какой-нибудь поддержки, если не считать одного раза, когда герцогиня пожелала, чтобы я согласился вступить во французскую академию. Я напомнил о своей религии. Герцогиня сказала, что это не препятствие, и она берется уладить это. Я ответил, что, как невелика для меня честь принадлежать к столь славной корпорации, но, отказав господину де Трессану и в известном смысле даже польскому королю вступить в Нансийскую академию, я, не нарушая приличий, не могу сделаться членом какой-либо другой. Герцогиня не настаивала, и больше об этом не было речи. Такая простота в отношениях со столь знатными особами, имевшими возможность все сделать для меня, поскольку герцог был и вполне заслуженно личным другом короля, представляла удивительный контраст с беспрестанными, предупредительными и назойливыми заботами со стороны покинутых мною друзей-покровителей, которые старались не столько услужить мне, сколько унизить меня. Когда маршал посетил меня в Мон-Луи, мне было нелегко принять его вместе со свитой в единственной моей комнате. Не потому, что я вынужден был усадить его среди грязных тарелок и разбитых горшков, а потому, что пол в комнате прогнил. И я боялся, как бы под тяжестью свиты он совсем не провалился. Озабоченный не столько опасностью, угрожавший мне лично, сколько той, которой из-за своей снисходительности подвергался этот добрый вельможа, я поспешил увести своего гостя и, несмотря на еще холодную погоду, повел его в мою башню, совершенно открытую и не имевшую печи. Когда мы туда пришли, я объяснил ему причину, заставившую меня принимать его в этом помещении. он передал об этом своей супруге и оба стали меня уговаривать перейти на время, пока у меня будут перестилать пол в другое помещение, в замке или, если мне больше нравится, в уединенном здании, расположенном посреди парка и носившем название малого замка. Об этом очаровательном месте стоит поговорить. Парк или сад в Монмурансе расположен не на ровном месте, как в Шевретте, а на склонах, пригорках и вложбинах, удачно использованных искусным художником, разбросавшим здесь рощи, гроты, пруды, бельведеры и с помощью умения и таланта, если можно так выразиться, увеличившим пространство, само по себе довольно ограниченное. Парк этот в верхней своей части увенчан террасой и замком. В нижней он сужается, а затем снова расширяется в направлении долины, причем образуемый узкой частью угол занимает большой пруд. Между оранжереей, построенной в широкой части парка, и прудом, дремлющем в кольце холмов, по которым красиво разбросаны рощицы и одинокие деревья, находится упомянутый выше малый замок. Здание это, вместе с окружающим его участком земли, когда-то принадлежало знаменитому Лебрену, любовно выстроившему и украсившему его с тем восхитительным вкусом в области орнаментации и архитектуры, которым питалось творчество этого великого живописца. Лебрен Шарль 1619-1690 французский художник, придворный живописец Людовика XIV, мастер декоративного искусства. С тех пор замок перестраивался, однако всегда по чертежам первого владельца. Он невелик, прост, но изящен. Так как он стоит в низине, между водоемом Оранжереи и Большим прудом, и, следовательно, не огражден от сырости, в нем посредине проделали сквозной перистиль, по бокам которого тянутся в два этажа колонны, благодаря такому устройству воздух овивает все здание и, несмотря на его положение, стены остаются сухими. Если смотреть на это строение с противоположной высоты, откуда открывается на него чудесный вид, кажется, что оно со всех сторон окружено водой, и можно подумать, что это какой-то очарованный остров или самый красивый из трех буромейских островов на Лага-Маджоре, называемый изола Белла. В этом-то уединенном здании мне и предоставили на выбор одно из четырех жилых помещений, которые в нем находятся, не считая нижнего этажа, состоящего из зала для танцев, бильярдной и кухни. Я взял самое маленькое и простое над кухней, которую тоже отдали мне. Комнаты отличались чистотой, мебель в них была белая и голубая. В этом-то восхитительном уединении, среди лесов и вод, под пение всевозможных птиц, вдыхая аромат цветущих апельсинных деревьев, писал я в непрерывном восторге пятую книгу Эмиля, и свежим ее колоритом я в значительной мере обязан окружавшей меня обстановке. С какой поспешностью бежал я каждое утро при восходе солнца вдохнуть благоуханного воздуха в перистиле. Какое вкусное кофе с молоком пил я там наедине с моей Терезой. Моя кошка и собака составляли нам компанию. Одной этой свиты было бы мне довольна на всю жизнь, и я никогда не знал бы скуки. Я чувствовал себя там, как в земном раю. Моя жизнь текла с той же невинностью, и я наслаждался таким же счастьем. В свой июльский приезд герцог и герцогиня Люксембургские выказали мне столько внимания и ласки, что, живя у них и осыпанный их милостями, я не мог отблагодарить их иначе, как частыми посещениями. Я почти не расставался с ними. Утром я шел засвидетельствовать свое почтение супруги маршала и обедал там, днем отправлялся на прогулку с маршалом, но ужинать я не оставался из-за многолюдного общества и потому, что там ужинали слишком поздно для меня. До сих пор все было пристойно, и ничего дурного не произошло бы, сумей я этим ограничиться. Но я никогда не умел держаться середины в своих привязанностях, и просто выполнять требования общества. Я всегда был либо всем, либо ничем. Вскоре я стал всем. Видя, что меня чествуют, балуют, особы столь значительные, я переступил границу и воспылал к ним такой дружбой, какую позволительно иметь только к равным. в свое обращение я внес всю свойственную ей непринужденность, тогда, как они никогда не расставались со своей обычной вежливостью. Впрочем, я никогда не чувствовал себя вполне свободно с супругой маршала. «Хоть и не совсем успокоившись относительно ее характера, я опасался его менее, чем ее ума. Он меня тревожил. Я знал, что к разговору она требовательна и с полным правом. Мне было известно, что женщины, в особенности знатные дамы, желают, чтобы их занимали, и лучше задеть их, чем заставить скучать». По ее замечаниям о только что ушедших собеседниках, я мог представить себе, что она должна думать о моих неловких речах. Мне было так страшно разговаривать при ней, что я прибег к вспомогательному средству. Это было чтение. Она слышала о Юлии, знала, что это сочинение печатается, и выразила желание поскорее познакомиться с ним. Я сказал, что могу прочесть его, она согласилась. Каждое утро я являлся к ней к десяти часам утра. Приходил маршал, дверь закрывали. Я читал, сидя возле ее постели. И я так хорошо рассчитал свое чтение, что его хватило бы на время их пребывания в деревне, хотя бы даже оно не прерывалось. Крупное поражение, очень огорчившее короля, заставило герцога Люксембургского немедленно вернуться ко двору примечания Руссо. Речь идет об одном из эпизодов Семилетней войны, битве при Мигдене, в которой французы потерпели поражение. Успех этого средства превзошел мои ожидания. Герцогиня увлеклась Юлией и ее автором. Она говорила только обо мне, занималась только мной, осыпала меня любезностями, обнимала по десять раз на день. Она пожелала, чтобы мое место за столом было всегда рядом с нею, а когда некоторые вельможи хотели занять его, говорила, что оно принадлежит мне, и сажала их на другое место. Можно представить себе, как меня очаровывала такая благосклонность, если малейшая ласка покоряет меня. Я искренне привязался к ней. Видя такое внимание и чувствуя, что мой ум лишен той приятности, которая могла бы оправдать его, я боялся только одного, как бы приязнь не перешла в отвращение. И к несчастью для меня этот страх оказался слишком основателен. Наверное, была какая-то врожденная противоположность между ее образом мыслей и моим, если помимо тысячи неловкостей, постоянно прорывавшихся у меня в разговоре и даже в письмах, когда я бывал с ней в самых лучших отношениях, случалось, что ей многое не нравилось. И я не мог понять, почему. Приведу только один пример, хотя мог бы привести их двадцать. Она знала, что я переписываю для госпожи Де-де-то Элуизу за постраничную оплату. Она пожелала тоже получить экземпляр на тех же условиях. Я обещал и, включив ее тем самым в число своих заказчиков, написал ей что-то любезное и почтительное по этому поводу. По крайней мере, таково было мое намерение. Вот ее ответ, связка В, номер 43, заставивший меня свалиться с облаков. Версаль вторник Я рада. Я в восхищении. Ваше письмо доставило мне бесконечное удовольствие. Спешу сообщить вам об этом и поблагодарить вас. Вот подлинные выражения вашего письма. Хотя вы, несомненно, очень выгодная заказчица, я не без колебаний беру с вас деньги. В сущности, это я должен был бы платить вам за удовольствие работать для вас. Ничего к этому не прибавлю. Я огорчена, что вы никогда ничего не сообщаете мне о своем здоровье. Это интересует меня больше всего. Люблю вас от всего сердца. Признаюсь, что с великим огорчением сообщаю об этом письменно, так как была бы рада сказать вам об этом лично. Герцог любит вас и обнимает от души. Получив это письмо, я отложил более тщательное изучение его и поспешил ответить, чтобы протестовать против всякого дурного толкования моих слов. А после многодневного обдумывания, вполне естественно полной тревоги, по-прежнему ничего не понимая, вот какой я дал по этому поводу окончательный ответ. Монморанси, 8 декабря 1759 года. Со времени моего последнего письма я сотни раз думал об этой фразе. Я рассматривал ее в ее собственном и прямом смысле, разбирал во всех смыслах, какие только можно ей предать, и, признаюсь, милостивая государыня, не знаю, должен ли я принести вам извинения, или это вы должны просить их у меня. Прошло уже десять лет с тех пор, как эти письма были написаны. Я часто думал о них с того времени, и моя глупость в этом вопросе до сих пор настолько велика, что мне так и не удалось понять, что могла она найти в этой фразе. Не говорю обидного, но хотя бы неприятного. Относительно рукописного экземпляра Элоизы, который пожелала иметь герцогиня Люксембургская, я должен рассказать, какое сделал к нему добавление, чтобы отличить его каким-нибудь заметным преимуществом от всех других. Я написал отдельно приключения милорда Эдуарда и долго колебался включать или не включать их, целиком или в отрывках в это произведение, где они казались мне нужными. Приключения милорда Эдуарда эпизод, предназначавшийся к включению в роман новая Элуиза, в окончательную его редакцию не вошедшей. В конце концов, я решил совсем их выбросить, потому что они отличаются по тону от всего остального и могли нарушить его трогательную простоту. К этому у меня появилось и другое, более веское основание, когда я лучше узнал герцогиню. Дело в том, что в этих приключениях фигурирует одна римская маркиза с отвратительным характером, отдельные черты которого, совсем несвойственные герцогине, могли быть приписаны ей теми, кто знал ее только понаслышке. Поэтому я очень радовался своему решению и укрепился в нем. Но, горячо желая обогатить ее экземпляр чем-нибудь таким, чего не было ни в одном другом, я не нашел ничего лучшего, как сделать из этих злосчастных приключений выдержки, и прибавить их туда. Мысль безрассудная, нелепая, и объяснить ее можно только слепой судьбой, увлекавшей меня к гибели. Кого захочет погубить Юпитер, разума лишает. Я был настолько глуп, что сделал выдержки с особой тщательностью, потратив на них много труда и послал ей этот отрывок как самую прекрасную вещь на свете, причем предупреждал, что сжег оригинал, как это и было в действительности, что выдержки сделаны для нее одной, и их никто никогда не увидит, если только она сама не покажет их. Все это, нисколько не убедив ее в моем благоразумии и скромности, как я рассчитывал, только дало ей повод думать, будто я усматриваю здесь обидное для нее сходство. Я безрассудно был уверен, что она придет в восторг от моего поступка. Однако, вопреки моим ожиданиям, она не выразила по этому поводу никакого восхищения и, к великому моему удивлению, никогда ни одним словом не упомянула о присланной тетради. Но я по-прежнему был доволен своей находчивостью и только много времени спустя, по другим признакам, заметил, какое впечатление она произвела. Относительно ее экземпляра мне пришла в голову еще одна идея, более благоразумная, но по своим отдаленным последствиям явившаяся для меня не менее вредной. Все содействует Року, когда он влечет человека к несчастью. Мне захотелось украсить эту рукопись рисунками для гравюр к Юлии, оказавшимися одного формата с тетрадью. Я попросил эти рисунки у Куанде, так как они принадлежали мне с любой точки зрения, тем более, что я отдал ему весь доход с гравюр, а оттиски с них расходились в большом количестве. Куанде настолько же хитер, насколько я лишен хитрости. Заставив себя упрашивать, он добился того, что узнал, зачем они мне понадобились. Тогда, под предлогом, что ему захотелось прибавить к этим рисункам несколько украшений, он принудил меня оставить их у него и кончилось с тем, что поднес их сам. Я сложил стихи, а славу другой пожинает. Это окончательно открыло ему двери дома герцога Люксембургского, и с тех пор он стал бывать там запросто. После моего временного переселения в Малый Замок Куанде очень часто приходил туда ко мне и всегда с самого утра, особенно когда герцог и герцогиня бывали в Монмурансе. Получалось так, что для того, чтобы провести с ним день, я не показывался в Замке. Меня стали упрекать за это отсутствие. Я объяснил причину. Меня попросили привезти господина Куанде, я привел его. Оплуд Куанде только этого и добивался. Так, благодаря исключительной доброте ко мне герцога и герцогине, служащей господина Телюзона, которого хозяин иногда удостаивал сажать с собой за стол, когда не было гостей, вдруг оказался допущенным к столу маршала Франции в общество принцев, герцогинь, самой высокой придворной знать. Никогда не забуду, как однажды Куанде нужно было вернуться в Париж раньше обычного, и маршал после обеда сказал присутствующим «Пойдем прогуляемся по дороге в Сен-Дени, проводим господина Куанде». Голова бедного малого окончательно закружилась, что до меня я разволновался и не мог сказать ни слова. Я шел позади, плача, как ребенок и изнемогая от желания целовать следы доброго маршала. Но история с переписыванием Элоизы заставила меня забежать вперед. Вернемся к изложению событий по порядку, насколько позволит мне память. Как только домик в Мон-Луи был готов, я его чисто и просто омеблировал и вернулся туда, не желая нарушить правила, принятая мною при выезде из Эрмитажа, иметь всегда свою собственную квартиру. Но я не мог также отказаться от своего помещения в малом замке. Я взял с собой ключ от него и, дорожа прелестными завтраками в Перестире, часто ночевал там и проводил иногда по два, по три дня, как на даче. Из всех частных лиц в Европе я обладал тогда, быть может, самым лучшим и приятным помещением. Мой хозяин, господин Мата, самый милый человек на свете, предоставил мне целиком руководство ремонтом в Мон-Луи и пожелал, чтобы я распоряжался его рабочими, а он совсем не будет вмешиваться. И вот я ухитрился сделать себе из одной комнаты, на втором этаже полную квартиру, состоящую из спальни и гардеробной. На первом этаже были кухня и комната Терезы. Башня служила мне кабинетом. В ней поставили хорошую застекленную перегородку и сложили камин. Поселившись там, я для развлечения принялся украшать террасу, уже осененную двумя рядами молодых лип. Я велел прибавить к ним еще два, чтобы получилась зеленая беседка, и поставить там каменный стол и скамьи. Посадил вокруг сирень, жасмин и жимолость, разбил параллельно обоим рядам деревьев прекрасный цветник. Эта терраса была расположена выше, чем терраса замка, с нее открывался не менее прекрасный вид. Я приручил там множество птиц. Она служила мне гостиной, где я принимал маршала и его супругу, герцога де Вильруа, принца де Тенгри, маркиза Дармонтьера, герцогиню де Морморанси, герцогиню де Буфле, графиню де Валентинуа, графиню де Буфле и других лиц того же ранга, которые не отказывались совершать паломничество из замка в Мон-Луи по очень утомительному подъему. Всеми этими посещениями я был обязан благосклонности герцога и герцогини люксембургских. Я понимал это, и сердце мое было полно благодарности. Однажды в припадке умиления я сказал герцогу, обнимая его, «Ах, господин маршал, я ненавидел великих мира сего, пока не узнал вас. А теперь ненавижу их еще больше, ибо вы показали мне, как легко им было бы заставить себя обожать». Впрочем, приглашаю всех, кто знал меня в это время, засвидетельствовать, заметили ли они, чтобы весь этот блеск хотя бы на минуту ослепил меня, чтобы дым этого фимиама одурманил мою голову. Изменился ли я в своем обращении, стал ли менее прост в своих манерах, раздружился ли с соседями, перестал ли тесно общаться с народом, не был ли так же готов всем услужить, когда мог, не раздражаясь из-за бесчисленных и нередко бессмысленных беспокойств, которые постоянно мне доставляли. Если сердце влекло меня в замок Монмуранси вследствие искренней привязанности к его хозяевам, оно также заставляло меня возвращаться в мои края, чтобы насладиться радостями жизни спокойной и простой, без которой для меня нет счастья. Тереза подружилась с дочерью каменщика, моего соседа, некоего Пи-е, а я подружился с ним самим. И вот, пообедав утром в замке, не ради удовольствия, а чтобы сделать приятные супруги маршала, с каким нетерпением возвращался я вечером оттуда, чтобы поужинать с добряком Пи-е и его семьей то у него в доме, то у меня. Кроме этих двух квартир, я скоро получил еще третью, в парижском особняке герцога и герцогини люксембургских. Хозяева так настаивали на том, чтобы я навещал их там иногда, что я согласился, несмотря на свое отвращение к Парижу, где после своего отъезда в Эрмитаж был только два раза, о чем я уже говорил. Впрочем, теперь я ездил туда только по определенным дням, единственно для того, чтобы поужинать и возвращался на другой день утром. Я входил и выходил через сад, примыкавший к бульвару, так, что мог сказать, ничуть не погрешив против истины, что нога моя не касалась Парижской мостовой. Среди этого кратковременного благоденствия издали уже надвигалась катастрофа, положившая ему конец. Вскоре после моего возвращения в Мон-Луи у меня завязалось там, как обычно, помимо моего желания, новое знакомство, тоже составляющее целую эпоху в истории моей жизни. Из дальнейшего будет видно в хорошем или дурном смысле слова. новой знакомой была маркиза де Верделен, моя соседка, муж которой незадолго перед тем купил загородный дом в Суази возле Мон-Муранси. Мадемуазель Арс, дочь графа Арса, человека знатного, но бедного, вышла замуж за господина де Верделена, старого, безобразного, глухого, кривого, со шрамом на лице резкого, грубого, ревнивого, в общем, добродушного, если к нему умело подойти, и обладателя рентой в пятнадцать-двадцать тысяч ливров, за которую ее и выдали. Этот Селадон весь день ругался, кричал, бушевал и доводил жену до слез, но в конце концов всегда делал то, что она хотела, воображая, что делает ей на зло, так как она умела уверить его, будто он сам этого хочет, а она этому противится. Господин де Маржанси, о котором я упоминал, был другом этой дамы и стал другом ее мужа. За несколько лет перед тем он сдал им свой замок Маржанси возле Обона и Анди Ии, и они жили там как раз в период моего страстного увлечения госпожой Дудето. Госпожа Дудето и госпожа де Верделен были знакомы через госпожу Д'Оптер, их общую приятельницу. И так, как сад Маржанси находился на пути к горе Олимп, куда любила ходить госпожа Дудето, госпожа де Верделен дала ей ключ, чтобы она могла проходить через сад. Благодаря этому ключу и я часто проходил через этот сад вместе с ней, но я не любил неожиданных встреч, и когда госпожа де Верделен случайно попадалась нам на пути, я оставлял их вдвоем, ничего не говоря, и проходил вперед. Столь мало галантное поведение вряд ли могло расположить ее ко мне. Однако, приехав в Суази, она все-таки стала искать встреч со мной. Она несколько раз являлась ко мне в Мон-Луи, но не заставала меня. Видя, что я не отдаю ей визита, она вздумала вынудить меня к этому и послала мне несколько горшков с цветами для моей террасы. Пришлось пойти поблагодарить ее. Этого было достаточно, мы познакомились. Знакомство это сначала омрачалось бурями, как все мои знакомства, которые завязались против моего желания. Оно, собственно, никогда не было вполне мирным. Склад ума госпожи де Верделен был слишком чужд моему. Колкости и эпиграммы выходят из ее уст с такой простотой, что необходимо постоянное напряжение внимания. Для меня чрезвычайно утомительное, чтобы заметить, когда она только шутит, а когда она смехается. Пришедший мне на память пустяк дает об этом достаточное представление. Ее брат был только что назначен командиром фрегата, действовавшего против англичан. Во время Семилетней войны военные действия против англичан велись на море и в колониях. Морская война была неудачной для Франции и закончилась потерей Индии и Канады, окончательно перешедших к Англии. Я заговорил о том, как лучше вооружить этот фрегат и в то же время не перегрузить его. Ну да, сказала она совершенно спокойным тоном, пушек берут ровно столько, сколько нужно для сражения. Мне редко случалось слышать, чтобы она говорила хорошо о каком-нибудь отсутствующем друге, не обмолвившись ни словом осуждения. Ко всему она относилась или дурно, или насмешливо, не делая исключение даже для своего друга Маржан-Си. Но особенно несносной для меня была ее манера постоянно докучать мне посылочками, подарочками, записочками, на которые мне приходилось отвечать и ломать себе голову, придумывая, как выразить благодарность и отказаться. Однако наши частые встречи с ней привели к тому, что я в конце концов к ней привязался. У нее были свои огорчения, как и у меня, взаимные признания сделали наши беседы наедине интересными для нас обоих. Ничто так не связывает сердца, как от рада совместных слез. Мы искали друг у другу утешения, и потребность эта часто заставляла меня смотреть сквозь пальцы на многое. Я вкладывал столько суровости в мою откровенность с нею, выказывал иногда так мало уважения к ее характеру, что, в сущности, надо было очень уважать ее, чтобы думать, что она способна искренне простить меня. Вот образчик писем, какие я иногда писал ей, причем надо заметить, что ни разу ни в одном из своих ответов она не обнаружила ни малейшей обиды. Монмуранси, 5 ноября 1760 года. Вы говорите, сударыня, что неудачно выразились, давая этим мне понять, что я выражаюсь дурно. Вы толкуете о своей мнимой глупости, чтобы дать мне почувствовать мою глупость. Вы хвалитесь, что вы женщина простая, точно боитесь, что вас поймают на слове, и просите у меня извинения для того, чтобы я догадался попросить извинения у вас. Да, сударыня, я прекрасно знаю, я глупец, простак, и еще хуже, если возможно, я плохо выбираю выражение на взгляд прекрасной французской дамы, которая обращает так много внимания на слова и говорит так хорошо, как вы. Но учтите, что я употребляю их в обычном смысле, не ведая и не заботясь о том, как найдут нужным истолковать их в добродетельном парижском обществе. Если порой мои выражения не ясны, я стараюсь, чтобы мое поведение уточнило их смысл и так далее. Остальная часть письма приблизительно в том же тоне. Взгляните на ответ связка Г, номер 41, и представьте необыкновенную мягкость женского сердца, которое после такого письма способно быть так мало злопамятным, как это обнаруживает ее ответ и как это проявлялось во всегдашнем ее обращении. Куанде, предприимчивый, смелый до бесстыдства и подстерегавший всех моих друзей, не замедлил втереться к госпоже де Верделен, воспользовавшись моим именем, и стал бывать у нее без моего ведома запросто чаще, чем я сам. Странное существо был этот Куанде. Он являлся от моего имени ко всем моим знакомым, обосновывался у них, ходил к ним обедать без церемоний. Обуреваемый стремлением услужить мне, он говорил обо мне не иначе, как со слезами на глазах. Но когда приходил ко мне, то хранил глубокое молчание обо всех своих знакомствах и обо всем, что, как ему было известно, могло интересовать меня. Вместо того, чтобы сообщить мне все, что он узнал или сказал, или видел интересного для меня, он сам слушал и расспрашивал меня. Он никогда не знал о жизни в Париже ничего другого, кроме того, что я сообщал ему. словом, все говорили мне о нем, но он не говорил мне ни о ком. Он был сдержанным и таинственным только со своим другом. Но оставим пока Куанде и госпожу де Верделен. Мы вернемся к ним в дальнейшем. Через некоторое время после моего возвращения в Мон-Луи ко мне пришел художник Латур и принес мой портрет пастелью, который он за несколько лет перед тем выставлял в салоне. Он тогда хотел подарить мне этот портрет, но я не принял подарок. Однако госпожа де Пене, подарившая мне свой портрет, желала иметь мой и уговорила меня попросить его у Латура. — Может быть, он в чем-нибудь и виноват перед вами, мне это не известно, но я полагаю, что это не дает вам права наносить ему публичные оскорбления. Вы знаете, каким преследованием он подвергается, и вы присоединили голос прежнего друга к крикам завистников. Не могу скрыть от вас, сударь, насколько этот чудовищный поступок возмущает меня. Я не связан дружбой с Дидро, но я почитаю его и глубоко чувствую, какое огорчение вы причиняете человеку, которого, по крайней мере, при мне вы никогда не упрекали ни в чем, кроме некоторой слабости характера. Сударь, мы слишком расходимся в принципах, чтобы когда-нибудь договориться. Забудьте о моем существовании. Наверное, это вам будет нетрудно. Я никогда не делал людям небольшого добра, небольшого зла, о которых помнят долго. со своей стороны, обещаю вам, сударь, забыть вашу личность и помнить только ваш талант. Это письмо столько же истерзало, сколько возмутило меня. Чрезмерность огорчения наконец вернула мне гордость, и я ответил ему следующей запиской. Монмаранси, 11 октября 1758 года. Сударь, читая ваше письмо, я оказал вам честь, удивившись ему, и имел глупость испытать из-за него волнение. Но я нашел, что оно недостойно ответа. Я больше не хочу переписывать по заказам госпожи Дудето. Если она не имеет намерения оставить у себя то, что находится у нее, то может прислать мне обратно. Я верну ей деньги. Если она оставит рукописи у себя, пусть все-таки пришлет за оставшейся бумагой и деньгами. Прошу ее одновременно вернуть мне проспект, который у нее хранится. Прощайте, сударь. Мужество в несчастье бесит низкие сердца, но нравится сердцам великодушным. По-видимому, записка эта заставила Сен-Ламбера одуматься, и он пожалел о том, что сделал. Но в свою очередь, слишком гордый, чтобы сознаться в этом открыто, он ухватился за возможность смягчить нанесенный им удар, а может быть, сам эту возможность и подготовил. Через две недели я получил следующее письмо от господина Де Пене, связка Б. Номер десять. Четверг двадцать шестого. Я получил книгу, сударь, которую вы были так добры прислать мне, и читаю ее с величайшим удовольствием. Я всегда испытывал удовольствие при чтении всех сочинений, вышедших из-под вашего пера. Примите за это мою искреннюю лично, если бы дела мои позволили мне побыть некоторое время в ваших краях. Но нынешний год я провел очень мало времени в Шевретте. Господин и госпожа Дюпен просят меня устроить там обед в ближайшее воскресенье. Я рассчитываю, что приедут также господа Де Сен-Ламбер, Де Франкей и госпожа Дудето. Вы доставили бы мне большое удовольствие, сударь, если бы захотели присоединиться к нам. Все мои гости желают вас видеть и будут счастливо разделить со мной удовольствие провести с вами часть дня. Имею честь быть с совершенным уважением и так далее. Это письмо заставило сильно биться мое сердце. Пробыв целый год притчей Парижа, я дрожал при мысли о том, чтобы выставить себя на показ в присутствии госпожи Де То и едва находил в себе мужество подвергнуться такому испытанию. однако раз она и Сен-Ламбер этого хотят, раз Де Пене говорит от имени всех приглашенных и не называет среди них ни одного, кого я не был бы рад видеть, я решил, что в конце концов ничем себя не скомпрометирую, если поеду туда, куда меня приглашают как бы все присутствующие. И так я обещал быть. В воскресенье была дурная погода. Господин Де Пене прислал за мной свою коляску, и я отправился. Мое появление произвело сенсацию. Меня никогда не встречали так ласково. Казалось, вся компания хорошо понимает, как я нуждаюсь в ободрении. Одни только французские сердца, способные на такую деликатность. Между тем, я застал там больше гостей, чем ожидал. Среди прочих, графа Додето, которого я совсем не знал, и его сестру, госпожу Деблонвиль, об отсутствии которой не пожалел бы. За год до этого она несколько раз приезжала в Обон, и ее невестка во время своих прогулок со мною нередко подолгу заставляла ее скучать в ожидании нашего возвращения. Она питала ко мне враждебные чувства и за этим обедом потешила его вдоволь. Как нетрудно догадаться, присутствие графа Дедетон и Сен-Ламбер ставило меня в смешное положение, и я, смущавшийся при самой обыкновенной беседе, на этот раз был не слишком блестящ. Никогда я так не страдал, никогда не имел такого жалкого вида, никогда не получал таких неожиданных уколов. Наконец, когда все встали из-за стола, я отошел от этой мегеры. Тут я с удовольствием увидел, что Сен-Ламбер и госпожа Дедето подходят ко мне, и после обеда мы довольно долго беседовали втроем, по правде говоря, о предметах безразличных, но с той же непринужденностью, как до моего проступка. Такое внимание не прошло бесследно для моего сердца, и если бы Сен-Ламбер мог читать в нем, он, конечно, остался бы мною доволен. Могу поклясться, что, хотя приехав в Шевретту, я при виде госпожи Дедето чуть не лишился чувств от сердцебиения, возвращаясь, я почти не думал о ней, я был занят одним Сен-Ламбер Несмотря на извительные сарказмы госпожи де Блонвиль, обед этот оказал на меня благотворные действия, и я был очень доволен, что согласился быть на нем. Я убедился, что интриги Гримма и Гольбаха не оторвали от меня моих прежних знакомых, и еще приятнее было мне видеть, что чувства ко мне госпожи дудето и Сен-Ламбер изменились меньше, чем я думал. И наконец я понял, что если он держит ее в отдалении от меня, то причина этому больше ревность, чем дурное мнение обо мне. Убедился, что интриги Гримма и Гольбаха не оторвали от меня моих прежних знакомых, вот чему в простоте своего сердца я верил еще, когда Руссо. Уверенный в том, что не вызываю презрения у тех, кого уважаю, я с тем большим мужеством и успехом мог бороться с собственным сердцем. Если мне не удалось окончательно потушить в нем преступную и несчастную страсть, я, по крайней мере, держал ее в таких границах, что с тех пор не совершил ни одной ошибки. Переписка по заказам госпожи Дудето, которую она предложила мне возобновить, мои сочинения, которые я продолжал посылать ей по мере их выхода, все это еще вызывало с ее стороны время от времени кое-какие послания и записки, незначительные, но любезные. Она даже сделала больше, как будет видно. Поведение нас троих в отношении друг друга после того, как дружба прекратилась, может служить образцом того, как расстаются порядочные люди, когда им больше не следует видеться. Обед этот имел для меня и другие выгодные последствия. О нем заговорили в Париже, и он послужил окончательным опровержением слухам, повсюду распространявшимся моими недругами, будто я нахожусь в смертельной вражде со всеми, кто на нем присутствовал, а в особенности с господином де Пене. Уезжая из Эрмитажа, я очень учтиво благодарил его в письме. Он мне ответил не менее учтиво, и свидетельства взаимного внимания не прекратились ни в отношениях с ним, ни в отношениях с его братом, господином де Лаливом, который даже приехал ко мне в Монморансе и прислал мне свои гравюры. Кроме обеих невесток госпожи де де то, у меня ни с кем из ее родных никогда не было никаких неприятностей. Письмо к Даламберу имело большой успех. Так было со всеми моими сочинениями, но на этот раз успех был связан с более благоприятными для меня последствиями. С тех пор измышления Гольбаховской клики уже вызывали недоверие. Когда я уехал в Эрмитаж, эти господа со свойственным им самомнением предсказывали, что я не выдержу там и трех месяцев. Увидев, что я выдержал двадцать месяцев и вынужденный уехать из Эрмитажа все-таки поселился в деревне, они стали утверждать, что я это сделал только чтобы настоять на своем и что я до смерти скучаю в этом убежище, но с недаемой гордыней предпочитаю пасть там жертвой собственного упрямства, чем отказаться от него и вернуться в Париж. Письмо к Даламберу было проникнуто душевной кротостью, неподдельность которой чувствовалось. Если в моем убежище меня грызла печаль, мой тон выдал бы это. Ведь эта печаль сквозила во всех моих произведениях, написанных в Париже, но ее не было в первом же написанном мною в деревне. Для всех умеющих наблюдать это было решающим. Все убедились, что я вернулся в свою стихию. Между тем, это же самое сочинение, как ни было оно полно кротости, доставило мне из-за моей неловкости и постоянно преследующих меня неудач нового врага среди литераторов. Еще раньше я познакомился у господина Де Поплиньера с Мармонтелем и знакомство это продолжалось у барона. Мармонтель 1723-1799 французский писатель энциклопедист. Мармонтель редактировал Меркюр де Франс. Из чувства гордости я не посылал своих сочинений редакторам периодических изданий. А в то же время мне хотелось послать Мармонтелю эту статью, но так, чтобы он не подумал, будто она послана ему как редактору журнала для отзыва о ней в Меркюр. Поэтому я написал на предназначавшемся для него экземпляре, что дарю его не редактору журнала Меркюр, а господину Мармонтелю. Я считал, что делаю ему очень лестный комплимент, а он счел это жестоким оскорблением и стал моим непримиримым врагом. Он выступил в Меркюр против моего письма вежливо, но с желчью, которую нетрудно было заметить, и с тех пор не упускал случая повредить мне в обществе и в скрытой форме поносил меня в своих сочинениях. Как трудно не задеть чрезвычайно чувствительное самолюбие литераторов, и какие надо принимать предосторожности, чтобы не оставить даже в комплиментах, которые им делаешь, ничего такого, что может хотя бы самым отдаленным образом давать повод к неправильному толкованию. Успокоившись во всех отношениях, я воспользовался достигнутым мною досугом и независимостью, чтобы с большим упорством снова приняться за свои труды. В ту зиму я окончил Юлию и послал ее Рею, который в следующем году напечатал ее. Однако эта работа была еще раз прервана. Меня отвлекли мелкие, но довольно неприятные события. Я узнал, что в опере готовится новая постановка деревенского колдуна. Возмущенный наглым обращением этих людей с моей собственностью, я отыскал докладную записку, в свое время посланную мною господину Доржансону, но оставшуюся без ответа и, подправив ее, отдал резиденту Женевы господину Селону вместе с письмом, которое он согласился передать графу Де Сен-Флорантену, сменившему Доржансона в управление оперой. Граф Де Сен-Флорантен один из наиболее реакционных министров при Людовике XV. Де Сен-Флорантен обещал дать ответ и не дал никакого. Дюкло, которому я написал о моем протесте, поговорил с маленькими скрипачами, и те согласились вернуть мне не мою оперу, а право бесплатного входа, которым я уже не мог пользоваться. Видя, что нигде справедливости не добьешься, я отступился. Дирекция оперы, не отвечая на мои доводы, и даже не слушая их, продолжала распоряжаться деревенским колдуном, словно своей собственностью, и извлекать из него прибыль, несмотря на то, что он совершенно бесспорно принадлежит мне одному. Теперь он принадлежит ей по новому договору, который она заключила со мной совсем недавно, примечание Руссо. С тех пор, как я сбросил иго своих тиранов, я вел жизнь довольно приятную и мирную. Я был лишен очарования слишком пылких привязанностей, но и свободен от их цепей. Отвратившись от друзей покровителей, желавших во что бы то ни стало распоряжаться моей судьбой и поработить меня своими непрошенными, и мнимыми благодеяниями, я решил впредь ограничиваться отношениями, основанными на простом доброжелательстве, которые, не стесняя свободы, составляют отраду жизни, ибо необходимым условием их является равенство. У меня было достаточно такого рода связей, и я мог наслаждаться радостями общения с людьми, не мучаясь зависимостью от них. Как только я отведал этого образа жизни, я почувствовал, что в моем возрасте мне иного не надо, что благодаря ему я могу кончить свои дни в тишине и спокойствии. Вдали от бури свар и дрязг, чуть было не поглотивших меня. Когда я жил в Эрмитаже и затем после своего переселения в Монморансе, я завел по соседству несколько приятных знакомств, ни к чему меня не обязывавших. Прежде всего назову молодого Луазо де Молеона, в то время он был начинающий адвокат, еще не знавший, какое займет положение. Луазо де Молеон, знаменитый во Франции адвокат, с большим успехом выступавший в громких политических процессах, например, в деле протестанта Каласа, невинно осужденного и казненного в 1762 году по ложному обвинению в убийстве собственного сына, якобы желавшего перейти в католичество. По настоянию Вольтера, поднявшего энергичную кампанию против приговора, дело было пересмотрено, и память Каласа реабилитирована. В отличие от него, я на этот счет не сомневался и предсказывал ему блестящую карьеру, которую он действительно делает теперь на глазах у всех. Я говорил ему, что если он будет строго разборчив в выборе дел и станет выступать лишь защитником правды и добродетели, его талант, окрыленный этими возвышенными чувствами, сравнится с гением величайших ораторов. Он последовал моему совету и убедился, насколько я был прав. Его защита де Порта достойна демосфена. Каждый год он проводил каникулы в четверти лье от Эрмитажа в Сен-Брисе, Лене Малеонов, принадлежавшем его матери, где некогда жил великий Босьюэ. Вот Лен, благодатную славу которого нелегко будет удержать на прежней высоте после смены подобных владельцев. В той же деревне Сен-Брис у меня был знакомый книготорговец Герен, человек умный, образованный, любезный и для своего положения выдающийся. Он познакомил меня также с Жаном Неольмом, амстердамским книгоиздателем, его корреспондентом и другом, напечатавшим впоследствии моего Эмиля. Не доходя Сен-Брисе, жил мой знакомый господин Мальтор, священник из Груслея, созданный скорее для того, чтобы быть государственным деятелем и министром, чем деревенским священником. Ему следовало бы, по крайней мере, управлять епархией, если б только должности раздавались сообразно талантам. Он был прежде секретарем графа де Люка и очень хорошо знал Жана Батиста Руссо. Питая в равной мере уважение к памяти этого знаменитого изгнанника и отвращение к негодяю Сорену, погубившему его, он знал о том и о другом немало любопытных историй, которые Сеги не поместил в жизни описание первого, пока еще не увидевший свет. Он уверял меня, что граф Дюлюк не только никогда не имел повода жаловаться на Руссо, но до конца своей жизни сохранял к нему чувство самой горячей дружбы. Господин Мальтор, которому после смерти его покровителя господин Вентимий дал это довольно хорошее место, в свое время исполнил немало важных поручений. Несмотря на старость, он сохранял о них ясную память и очень хорошо рассуждал. Беседа его столь же поучительна, сколь и занимательна. Нисколько не была похожа на беседу деревенского священника, он соединял познание кабинетного ученого с тоном светского человека. Из всех моих постоянных соседей его общество было мне всего приятнее, и именно с ним я расстался с наибольшим сожалением. В Монмурансе у меня были оратарьянцы, среди других отец Бертье, профессор физики, к которому, несмотря на легкий налет педанства, я привязался за его добродушие. Мне, однако, трудно было понять, как сочетается в нем большая простота с желанием всюду втереться, к вельможам, к женщинам, к представителям благочестия, к философам. Он проявлял при этом исключительную ловкость и умел всем угодить. Его общество было мне очень приятно. Я всем рассказывал об этом. По-видимому, до него дошло, как я отзываюсь о нем. Однажды он с усмешкой поблагодарил меня за то, что я считаю его простаком. В его улыбке я заметил какой-то сардонический оттенок, совершенно изменивший его облик в моих глазах, и с тех пор эта улыбка часто приходила мне на память. Я не могу найти для нее лучшего сравнения, чем улыбку Панурга, покупающего барана у Дандено. Панург и Дандено персонажа романа «Пантагрюэль», крупнейшего французского писателя эпохи Возрождения, Рабле, родился в 1483 или около 1494, умер в 1553 году. Лукавый Панург, поссорившись со скотопромышленником Дандено, в отместку купил у него барана и кинул его в море. Тогда в море бросилось и все стадо, а вместе с ним и хозяин, вцепившийся в последнего из своих баранов, чтобы его удержать. Выражение «улыбка Панурга» вошло в поговорку. Наше знакомство началось вскоре после моего приезда в Эрмитаж, куда он очень часто приходил ко мне. Я уже поселился в Монмурансе, когда он вернулся обратно в Париж. Там он часто навещал госпожу Левассер. Однажды, совершенно для меня неожиданно, он написал мне от имени этой особы, что Гримм предлагает взять ее на свое попечение, и она просит моего разрешения принять предложение. Я узнал из этого письма, что речь идет о пенсии в 300 ливров. И что госпожа Левассер предстоит переехать в Дейль между Шевреттой и Монмурансе. Не могу передать впечатление произведенного на меня этой новостью. Она была бы менее удивительна, если бы Гримм имел 10 тысяч ливров дохода, либо какие-нибудь более понятные отношения с этой старухой. И если бы мне не вменяли в великое преступление то, что я увез ее в деревню, куда он сам вздумал теперь переселить ее, как будто она с тех пор помолодела. Я понял, что милая старушка спрашивает у меня разрешение, без которого она в случае моего отказа могла бы отлично обойтись, только потому, что боится потерять то, что я со своей стороны давал ей. Благотворительность Гримма показалась мне странной. Однако в то время она не поразила меня так, как впоследствии. Но если б даже я знал тогда все, до чего дознался с тех пор, я все-таки дал бы ей согласие. Я должен был это сделать, поскольку не мог противопоставить предложению Гримма что-нибудь более значительное. С тех пор отец Бертье до известной степени излечил меня от легковерия, которое казалось ему таким забавным, когда я приписывал ему добродушие. Этот самый отец Бертье был знаком с двумя лицами, почему-то искавшими знакомство со мной, хотя право в наших вкусах было весьма мало общего. Это были какие-то странные субъекты. Люди без роду и племени, наверное, даже и настоящее имя их не было известно. Они были янсенистами и их считали переодетыми священниками, может быть, от того, что они очень смешно носили шпагу, с которой никогда не расставались. В их манерах в каждом жесте была необычайная таинственность, придававшая им вид вожаков какой-то партии, и я нисколько не сомневался, что они пишут в церковной печати. Одного высокого благодушного вкратчивого звали Ферро, другого низенького коренастого насмешливого щепетильного Миньяр. Они выдавали себя за двоюродных братьев. Жили они в Париже вместе с Даламбером у его кормилицы по фамилии Руссо и сняли в Монмурансе маленькое помещение на лето. Они хозяинчили там без прислуги и без посыльного. Каждый по очереди в течение недели ходил за провизией, готовил обед и убирал комнаты. Впрочем, жили они неплохо. Мы иногда обедали друг у друга. Не знаю, почему они интересовались мной. Я же интересовался ими только потому, что они играли в шахматы. И чтобы сыграть какую-нибудь жалкую партию, я выдерживал четыре часа скуки. Так как они всюду совались и старались во все вмешаться, Тереза называла их кумушками, и прозвище это так и осталось за ними в Монморанзе. Таковы были главные мои деревенские знакомые. К ним еще надо добавить славного человека, моего хозяина, господина Мата. Если бы я захотел жить в Париже с приятностью, у меня было и там достаточно знакомых за пределами литературной среды, где только одного дюкло я мог считать своим другом, так как Делер был еще слишком молод, и к тому же я не мог позабыть, с какой легкостью он играл при мне роль рупора философской клики, хоть он и отошел от этих людей, по крайней мере, я так думал, насмотревшись на их интриги против меня. Прежде всего, у меня был давний и почтенный друг Роген, друг доброго старого времени, любивший меня не как известного писателя, а как человека, и поэтому я эту дружбу сохранил навсегда. Были у меня также добрые Ленье, мой соотечественник, и его дочь, которая тогда была еще в живых. Был у меня один молодой женевец Куанде, добрый, малый, как мне казалось, заботливый, услужливый, усердный, но невежественный, легкомысленный, чрезвычайный хвостун. Он явился ко мне в самом начале моего пребывания в Эрмитаже, никем не званый и не прошенный, сам себя рекомендовал и скоро обосновался у меня против моей воли. У него был некоторый вкус к живописи, и он знал художников. Он оказался мне полезен в вопросе об эстампах для Юлии, так как взял на себя хлопты относительно рисунков и их гравировки и хорошо справился с этим делом. У меня был дом господина Дюпена, уже не столь блестящий, как в годы молодости госпожи Дюпен, но все же остававшийся, благодаря достойным хозяевам и собиравшемуся там обществу, одним из лучших домов в Париже. Так как я никого им не предпочел и отошел от них только для того, чтобы жить свободным, они не переставали относиться ко мне дружески, и я мог быть уверен, что во всякое время буду хорошо принят госпожой Дюпен. Я мог даже считать ее одной из своих деревенских соседок с тех пор, как они устроились в Клиши, куда я ездил иногда на день, на два, и где бывал бы чаще, если бы госпожа Дюпен и госпожа Шенонсо лучше ладили между собой. Но трудность делить свое время и внимание между двумя женщинами, не симпатизирующими друг другу, приводила к тому, что в Клиши я чувствовал себя стесненно. Привязанный к госпоже Де Шенонсо более ровной и более тесной дружбой, я имел удовольствие видеться с ней с большей непринужденностью в Дейле, почти рядом со мною, где она сняла маленький дом. А нередко она и сама навещала меня. У меня была еще госпожа оттуда. расположение и продолжал переписываться с ней. Она прислала мне к Новому году в подарок манских пулярдок и решила посетить меня летом, но ее планом помешал приезд герцогине Люксембургской, о которой я должен говорить особо. Ей всегда будет принадлежать почетное место в моих воспоминаниях. Был у меня еще человек, которого мне следовало бы упомянуть первым после Рогена. Это мой прежний собрат и друг Де Каррио, исполнявший должность секретаря испанского посольства в Венеции, а потом в Швеции, где испанское правительство сделало его поверенным в делах и, наконец, назначило секретарем посольства в Париже. Он совершенно неожиданно появился у меня в Монмурансе. Грудь его была украшена каким-то испанским орденом. Название его я позабыл в виде великолепного креста из драгоценных камней. Ему пришлось в своих документах прибавить одну букву к фамилии Де Каррио, и он уже назывался Кавалер Де Каррион. Я нашел его все тем же, такое же прекрасное сердце и ум, день ото дня все более привлекательный. Я завязал бы с ним прежнюю тесную дружбу, если бы Куанде, по своему обыкновению, встав между нами, не воспользовался моим отдалением, чтобы вместо меня и от моего имени втереться в его доверие и, якобы желая услужить мне, вытеснил меня. Воспоминания о Де Каррионе приводят мне на память одного из моих деревенских соседей, о котором я тем более не вправе умолчать, что должен признаться в непростительной провинности по отношению к нему. Это был почтенный господин Леблон, оказавший мне услугу в Венеции. Совершая с семейством путешествие по Франции, он снял деревенский дом в Брише, недалеко от Монмуранси. Когда я писал это, полный своей прежней слепой доверчивости, я не подозревал о подлинной цели и значении его приезда в Париж, примечание Руссо. Как только я узнал, что он мой сосед, я сердечно порадовался и почел не только обязанностью, но и удовольствием нанести ему визит. Я пошел на другой же день. По дороге я встретил знакомых, направлявшихся ко мне. Пришлось вернуться с ними. Через два дня я отправился снова. Он обедал в Париже со всей семьей. В третий раз он был дома. Я услышал женские голоса, увидал у дверей коляску и перепугался. Мне хотелось, по крайней мере, в первый визит повидать его как следует и потолковать с ним о наших прежних знакомых. Словом, я откладывал свое посещение со дня на день, а потом мне стало стыдно, что я так запоздал выполнить этот долг. И я вовсе не выполнил его. Заставив так долго ждать себя, я уже не имел смелости появиться. Эта небрежность могла по справедливости рассердить господина Лаблона и придать моей лени вид неблагодарности. Однако я чувствовал в глубине души себя виновным столь мало, что если бы имел возможность сделать господину Лаблону что-нибудь действительно приятное, даже без его ведома, то, наверное, преодолел бы свою лень. По беззаботности, по небрежности я всегда откладывал выполнение своих мелких обязанностей, и это причинило мне больше вреда, чем настоящие пороки. Худшие мои провинности были упущениями. Я редко делал то, чего не следовало делать, но, к сожалению, еще реже то, что следовало. Раз уж я остановился на своих венецианских знакомствах, мне следует упомянуть одно, относящееся к тому времени, и которое я тоже прекратил совсем недавно. Это знакомство с господином де Жуанвиллем, продолжавшим после своего возвращения из Генуи выказывать мне большую дружбу. Он очень любил бывать у меня и толковать со мной об итальянских делах и сумасбродствах господина де Монтегю, о котором он, в свою очередь, знал немало подробностей благодаря своим обширным связям в ведомстве иностранных дел. Я имел также удовольствие встретиться у него со своим старым товарищем Дюпоном, купившим должность у себя в провинции и приезжавшим иногда по делам в Париж. Господин де Жуанвилль постепенно стал все больше и больше искать моего общества, так что это становилось даже стеснительным для меня. Хотя мы жили довольно далеко друг от друга, у нас бывали бурные объяснения, если я целую неделю не приходил к нему обедать. Отправляясь в свое поместье, он всякий раз настаивал, чтобы я поехал с ним. Но, проведя там однажды неделю, показавшуюся мне очень длинной, я больше не хотел туда ездить. Де Жуанвилль был, несомненно, человек порядочный и благовоспитанный, в некотором отношении даже приятный, но недалекий. Он был красив, почти как нарцисс, и довольно скучен. У него было странное собрание редкостей, быть может, единственное в мире. Он сам уделял этим диковинкам много внимания и занимал ими своих гостей, хотя это подчас не доставляло им большого удовольствия. Де Жуанвилль собрал очень полную коллекцию водевилей, имевших обращение при дворе и в Париже за время более чем 50 лет, со множеством анекдотов, которых нигде больше нельзя было найти. Вот материалы по истории Франции, каких не сыщешь ни у какой другой нации. Однажды в пору наших лучших отношений он оказал мне такой холодный, такой ледяной прием, совсем не похожий на его обычное обращение со мной, что я, дав ему возможность объясниться и даже попросив его об этом, ушел от него с твердым решением никогда больше у него не бывать и выполнил это решение. Меня не заманешь туда, где я был хоть однажды дурно принят. И на этот раз не было около меня дидро, который взял бы господина Де Жуанвилля под защиту. Напрасно ломал я себе голову, чем я перед ним провинился. Я не мог ничего придумать. Я был уверен, что никогда не говорил ни о нем, ни о его близких, иначе как самым уважительным образом. Я был искренне к нему привязан. Да и помимо того, что я не мог сказать о нем ничего, кроме хорошего, моим нерушимым правилам всегда было говорить только уважительно о домах, где я бываю. Наконец, думая и передумывая, вот к какой я пришел догадки. Когда мы виделись с ним последний раз, он угощал меня ужином у своих знакомых девиц, вместе с двумя-тремя служащими ведомства иностранных дел, людьми очень любезными, ни видом, ни манерой держаться непохожими на распутников. Могу поклясться, что я со своей стороны провел весь вечер в довольно печальных размышлениях о несчастной судьбе этих женщин. Я не вносил своего пая, потому что ужином нас угощал господин де Жуанвиль и ничего не платил девицам, не дав им возможности заработать, как это было с подуанкой. Мы вышли вместе, довольно веселые и в добром согласии. Не возвращаясь больше к этим девицам, я через три-четыре дня отправился обедать к господину де Жуанвиллю, которого с тех пор не видел и встретил там описанный выше прием. Не умея придумать другую причину, кроме какого-нибудь недоразумения, связанного с тем ужином, и видя, что он не желает давать объяснений, я перестал к нему ходить, но продолжал посылать ему свои сочинения. Он нередко просил передать мне привет, и когда я однажды встретил его в фойе театра, он стал любезно пенять мне за то, что я перестал его навещать. Но я не изменил своего решения. Вся эта история производила скорее впечатление размолвки, чем разрыва. Как бы то ни было, поскольку я не встречал его больше и не слыхал о нем с тех пор, было бы слишком поздно идти к нему после многолетнего перерыва. Вот почему господина де Жуанвилле я не включаю теперь в мой список, несмотря на то, что в течение довольно долгого времени бывал у него в доме. Не стану раздувать список большим количеством имен, знакомых, менее близких или переставших быть близкими за время моего отсутствия, но с которыми я, тем не менее, продолжал иногда видеться в деревне, как у меня, так и у моих соседей. Например, с аббатами де Кандельяк и де Мобли, господами де Мерран, де Лалиф, де Буажлу, Ватле, Анцеле и другими, их было бы слишком долго перечислять. Вскользь упомяну я и о своем знакомстве с господином де Маржан-Си, дворянином для поручений при короле, бывшим членом Гольбаховской группы, покинувшим ее, как и я, и бывшим другом госпожи де Пене, оставившим ее, как и я. Упомяну также о знакомстве с его другом де Маи, знаменитом, но быстро позабытом автором комедии «Нахал». Де Маи второстепенный французский поэт, автор трех комедий, из которых поставлена была лишь упоминаемая Руссо, «Потерянная записка» или «Нахал», 1750 год. Маржан-Си был моим деревенским соседом, так как его имение находилось возле Монмуранси. Мы были старые знакомые, а соседство и известное сходство жизненного опыта сблизило нас еще более. Де Маи вскоре умер. Он был человек достойный и неглупый, но несколько напоминал героя своей комедии, был фотоват в обществе женщин, и они не особенно жалели о нем. Не могу обойти молчанием завязавшиеся к тому времени новые отношения, так повлиявшие на всю остальную мою жизнь, что я должен отметить их начало. Речь идет о господине Ламуаньоне де Мальзербе, первом председателе налоговой палаты, в то время ведавшем печатью, который он к великому удовлетворению литераторов управлял столь же просвещенно, как и мягко. Ламуаньон де Мальзербе, Кретиен Гильом де, 1721-1794, один из крупнейших сановников Людовика XV, отличавшийся сравнительно прогрессивным образом мыслей, боровшийся с злоупотреблениями и казнократством, покровительствовавший энциклопедистам, в описываемую эпоху он занимал пост главного цензора. Я ни разу не был у него в Париже. Тем не менее, я всегда видел от него большое снисхождение во всем, что касалось цензуры. И я знал, что не однажды он очень сурово одергивал тех, кто писал против меня. Я получил новые доказательства его расположения в связи с печатанием Юлии. Пересылать почтой из Амстердама корректуры такого большого произведения стоило очень дорого. Господин де Мальзерб, имея право бесплатной корреспонденции, разрешил направлять корректуры по его адресу и пересылал их мне также бесплатно за подписью своего отца, господина канцлера. Когда в Амстердаме сочинение было напечатано, он разрешил распространять его в королевстве только после того, как разойдется парижское издание, которое он велел отпечатать в мою пользу, вопреки моей воле. Поскольку эта прибыль была бы с моей стороны воровством у Рея, которому я продал рукопись, я не хотел принимать предназначенный мне подарок без его согласия, а когда он весьма великодушно это согласие дал, я решил разделить с ним сто пистолей, вырученных за парижское издание, но Рей отказался от них. Однако из-за этих ста пистолей мне пришлось испытать огорчение, о котором де Мальзерб не предупредил меня. Роман был страшно искалечен, а распространение хорошего издания было отложено до той поры, когда разойдется плохое. Я всегда считал господина де Мальзерба человеком испытанной прямоты. Ни разу не было ничего такого, что заставило бы меня хоть на минуту усомниться в его честности. Но при этом высоком качестве он человек слабохарактерный, и, желая оградить от беды тех, в ком принимает участие, иногда вредит им. Он не только велел выкинуть более ста страниц в парижском издании, но произвел сокращение, которое можно было назвать предательским. И в экземпляре хорошего издания посылай его госпоже де Помпадур. В этой книге у меня где-то говорится, что жена угольщика более достойна уважения, чем любовница принца. Эта фраза пришла мне в голову в полутворчество, без всякого намека, клянусь в этом. Перечитывая роман, я подумал, что такие слова, пожалуй, сочтут намеком. Однако, придерживаясь чрезвычайно опасного правила ничего не выбрасывать, если совесть говорит мне, что я не имел в виду ни на что намекать, когда писал. Я не стал вычеркивать эту фразу и ограничился тем, что вместо слова «король», которое написал сначала, поставил слово «принц». Такое смягчение показалось де Мальзербу недостаточным. Он выбросил всю фразу в оттиске, который велел нарочно отпечатать и вклеить как можно аккуратней в экземпляр госпожи де Помпадур. Этот маневр не укрылся от нее. Нашлись добрые люди, которые указали ей на это. Что касается меня, я узнал обо всем этом лишь долгое время спустя, когда начал испытывать на себе последствия ее гнева. Не в этом ли заключается также первоисточник скрытой, но неумолимой ненависти со стороны другой дамы, находившейся в подобном же положении, хотя я и не подозревал об этом и даже не был с нею знаком, когда писал свой роман? Руссо имеет в виду графиню де Буфле, любовницу принца Конти. Книга вышла в свет после того, как знакомство уже состоялось, и я очень тревожился. Я сказал о своих опасениях кавалеру де Лорензи, но он посмеялся надо мной и уверил меня, что дама совсем не обидчива и даже не обратила внимания на эту фразу. Я поверил, немного легкомысленно, быть может, и весьма не кстати успокоился. В начале зимы я получил новые доказательства доброго отношения ко мне де Мальзерба, очень меня тронувшие, хоть я и не счел возможным им воспользоваться. Открылась вакансия в газете ученых. Газета ученых основана в 1665 году и была первым в Европе изданием такого рода. Маржан-Си написал мне, предлагая эту вакансию как бы от себя. Но мне нетрудно было догадаться по характеру письма связка В. номер 33, что он получил соответствующие указания и полномочия. И сам он дал мне понять впоследствии связка В. номер 47, что ему было поручено сделать мне такое предложение. Место требовало пустячной работы. Речь шла только о составлении двух обзоров в месяц по книгам, которые должны быть доставлены мне на дом. Мне не приходилось бы ездить в Париж даже для того, чтобы лично поблагодарить начальство. Таким образом, я вступал в общество первоклассных литераторов господ Демирана, Клеро, Дегиня и Аббата Бартелеми. С первыми двумя я уже был знаком, а с двумя другими мне очень хотелось познакомиться. Клеро, французский математик, Дегинь, китаевед, Бартелеми, писатель по разнообразным научным вопросам. Наконец, за такой легкий труд, который можно было выполнять с таким удобством, я получал бы гонорар в размере 800 франков. Я несколько часов раздумывал, прежде чем решиться, и могу поклясться, что колебался только из боязни рассердить Маржан-Си и вызвать неудовольствие господина Де Мальзерба. Но, наконец, невыносимое стеснение работы по заказу и зависимости от сроков, а еще больше уверенность в том, что я буду плохо выполнять возложенные на меня обязанности, взяли верх надо всем, и я решил отказаться от места, для которого не подходил. Я знал, что весь талант мой зависит только от душевного пыла и влечения к тем предметам, о которых мне предстоит писать, и только любовь к великому, истинному, прекрасному способно воодушевить меня. А какой интерес могли представлять для меня темы большей части книг, обзор которых я должен был составлять, и самые эти книги? Равнодушие к делу заморозило бы мое перо и опошлило бы мой ум. Думали, что я могу писать как ремесленник, подобно всем другим литераторам. Я же никогда не умел писать иначе, как по страсти. Это было, конечно, не то, что требовалось газете ученых. И я написал Маржан-Си письмо, поблагодарив его со всей возможной учтивостью, и подробно объяснив причину своего отказа, чтобы не он сам, не деда мазерп, не могли подумать, будто я отказываюсь из каприза или гордости. Действительно, оба они одобрили мое решение, не изменили своего приветливого обращения со мной, и дело это было сохранено в такой тайне, что в публику о нем никогда не проникало ни малейших сведений. Предложение это явилось в момент неблагоприятный. Я не мог его принять, потому что с некоторого времени задумал совсем оставить литературу и в особенности ремесло писателя. Все, что со мной произошло, совершенно отвратило меня от литераторов. А я на опыте убедился, что невозможно идти по этому пути, не поддерживая с ними отношений. Столь же опротивили мне и светские люди, и вообще тот двойственный образ жизни, который я вел, принадлежа наполовину себе, наполовину кругам, для которых совсем не подходил. Больше, чем когда-либо я чувствовал, и притом на основании неопровержимого опыта, что всякий неравный союз всегда не выгоден для слабой стороны. Имея дело с людьми богатыми и находящимися в другом положении, чем избранные мной, я, не держа открытого дома, как они, был в то же время вынужден во многом подражать им, и мелкие расходы, ничего для них не составлявшие, для меня были столь же разорительны, сколь и неизбежны. Иной едет, например, погостить к знакомым в деревню, ему и за столом, и в спальне прислуживает собственный лакей. Он посылает этого лакея за всем, что ему нужно. Не имея никакого дела с хозяйской прислугой непосредственно, даже не видя ее, он дает ей на чай, когда и сколько вздумает. А я, один без слуги, всецело зависел от хозяйских слуг, расположение которых по необходимости должен был добиваться, чтобы избежать больших неудобств. Являясь в глазах прислуги ровней хозяину, я должен был обращаться с ней как его ровня, и одаривать ее даже больше всякого другого, потому что действительно гораздо больше нуждался в ней. Являясь в глазах прислуги ровней хозяину, я должен был обращаться с ней как его ровня. Остальных слов и одаривать ее даже больше всякого другого, потому что действительно гораздо больше нуждался в ней, нет в парижской рукописи. Некоторое время ушло на ретушевку. За этот промежуток произошел мой разрыв с госпожой де Пене. Я вернул ее портрет, и так как уже не могло быть речи о том, чтобы я дал ей свой, я повесил его у себя в комнате в малом замке. Там его увидел герцог Люксембурский, портрет ему понравился. Я предложил герцогу взять его себе. Он согласился, и я послал этот портрет ему. Маршал и его супруга поняли, что я был бы очень рад получить их портреты. Они заказали миниатюры очень хорошему художнику, отдали вправить их в бомбоньерку из горного хрусталя с золотой оправой, и подарили мне ее так любезно, что привели меня в восторг. Герцогиня ни за что не согласилась, чтобы ее портрет был помещен на верхней стороне крышки. Она не раз упрекала меня в том, что я люблю маршала больше, чем ее, и я не опровергал этого, ибо это была правда. Поместив свой портрет с внутренней стороны крышки, она показала мне очень любезно, но и очень ясно, что не забывает об этом предпочтении. Приблизительно в это время я сделал глупость, которая отнюдь не способствовала сохранению ее доброго расположения ко мне. Хотя я вовсе не знал господина де силуэта и не испытывал к нему особой симпатии, я высоко ценил его административную деятельность. Силуэт министр финансов при Людовике 15. Когда он начал накладывать свою тяжелую руку на финансистов, я видел, что время для этого выбрано неблагоприятное, но горячо желал успеха такому мероприятию. Узнав, что господин де силуэт отставлен, я со свойственной мне опрометчивостью написал ему следующее письмо, которое, конечно, не берусь оправдывать. Монморанси, 2 декабря 1759 года. Благоволите, сударь, принять дань уважения от отшельника вам неизвестного, но высоко ценящего ваши таланты, почитающего вас за вашу административную деятельность и всегда питавшего лесную для вас уверенность, что вы недолго удержитесь на своем посту. Не видя возможности спасти государство иначе, как за счет разорившей его столицы, вы пренебрегли криками стяжателей наживающих деньги. Видя, как вы расправляетесь с этими негодяями, я завидовал вам. Видя, что вы оставили свою должность, не изменив себе, я восхищаюсь с вами. Будьте довольны собой, сударь. Вам досталась в удел честь, которой вы долго будете пользоваться без соперников. Проклятия мошенников составляют славу человека, идущего путями правды. Герцогиня Люксембургская, зная, что я написал это письмо, заговорила о нем со мной, приехав в Монморанси на Пасху. Я показал его. Она пожелала иметь копию, я дал. Но давая, я не знал, что сама она принадлежит к стяжателям, которые были заинтересованы в откупах и добились смещения силуэт. Можно подумать, что всеми своими неловкими поступками я нарочно для развлечения стремился возбудить к себе ненависть любезной и могущественной женщины, а на самом деле я с каждым днем все больше привязывался к ней и вовсе не желал навлечь на себя ее немилость, хотя своими промахами и делал все необходимое для этого. Мне кажется довольно излишне указывать, что именно к ней относится история с опиатом господина Троншена, о котором я говорил в первой части. Другая дама была госпожа де Мирпуа. Они мне никогда больше об этом не напоминали, ни та, ни другая, однако, даже если б не было известно ни одно из последующих событий, трудно допустить, чтобы герцоги не могла в самом деле забыть об этом. Но я вовсе не ждал печальных результатов от своих глупостей, успокаивая себя сознанием, что ни одной из них не сделал с целью обидеть, как будто женщина может когда-нибудь простить подобный промах, даже если она вполне уверена, что это невольная оплошность. Однако, хотя она казалось, ничего не видела, ничего не замечала, и я еще не обнаруживал, чтобы она оказывала мне меньше внимания и обращалась со мной иначе, чем прежде. Все возрастающее и слишком хорошо обоснованное предчувствие заставляло меня беспрестанно бояться, что очень скоро на смену увлечения придет скука. Мог ли я ожидать от столь знатной дамы постоянства, когда я подвергал его таким испытаниям из-за недостатка ловкости? Я даже не мог скрыть от нее, как меня тревожит мое глухое предчувствие, и становился еще более угрюмым. Об этом можно судить по следующему письму, содержащему очень странное предсказание. Это письмо в моем черновике недатированное относится самое позднее к октябрю 1760 года. Как ваша доброта мучительна! Зачем смущать покой отшельника, отказавшегося от радости жизни, чтобы не знать ее огорчений? Я проводил свои дни в тщетных поисках прочных привязанностей. Я не мог найти их в условиях для меня достижимых. Неужели я должен искать их в вашем кругу? Нечистолюбие, ни корысть не соблазняют меня. Я не тщеславен и не боязлив. Я могу противиться всему, кроме ласки. Зачем вы пользуетесь моей слабостью, которую мне надо побороть? Ведь расстояние между нами так велико, что порывы моего чувствительного сердца не приблизят его к вашему. Разве достаточно лишь одной благодарности для сердца, которое не знает иного способа отдать себя, кроме чувства дружбы, сударыня? Ах, в этом мое несчастье! Вы с господином маршалом вольны употреблять это слово «дружба». Но с моей стороны безумие понимать вас буквально. Вы играете, а я привязываюсь, и конец игры готовит мне новую печаль. Как ненавижу я ваши титулы, и как жалею вас за то, что вы их носите. Вы кажетесь мне столь достойными наслаждаться радостями простой жизни. Зачем не живете вы в кларане? Кларан, швейцарское селение в кантоне Во, на берегу Женевского озера. Поблизости находится замок, к которому Руссо приурочил место действия своего романа «Новая Элуиза». Я отправился бы туда за своим счастьем. Но замок Монморанси, но Люксембургский дворец, разве там место для Жан-Жак? Разве туда друг равенства должен нести привязанность чувствительного сердца, которое, оплачивая такой ценой оказываемое ему уважение, верит, что дает не меньше, чем получает? Вы тоже добры и чувствительны. Я знаю, я видел это. Жалею, что раньше думал иначе. Но на той ступени, где вы находитесь, при вашем образе жизни, ничто не может оставить впечатление длительного и столько новых предметов внимания взаимно вытесняют друг друга, что не остается ни одного. Вы забудете меня, сударыня, после того, как лишите меня возможности последовать вашему примеру. Большая доля вашей вины будет в том, что я стану несчастен, и это с вашей стороны непростительно. Я упомянул о герцоге только для того, чтобы подобные комплименты не показались ей слишком резкими, а по существу я был вполне уверен в нем, и мне в голову ни разу не приходило опасаться за длительность его дружбы. Ничто из того, что смущало меня в отношении его супруги, ни на одну минуту я не распространял на него самого. Ни разу, хотя бы в самой малой степени я не усомнился в его характере. Я знал, что он слаб, но не способен к измене. Я не опасался возможности его охлаждения так же, как не ждал от него и героической привязанности. Простота, непринужденность нашего общения говорили о том, что мы оба уверены друг в друге. И оба были правы. Пока жив, я буду чтить, буду нежно любить память этого достойного вельможи. И сколько ни старались отдалить его от меня, я до такой степени убежден в том, что он умер моим другом, как если принял его последний вздох. во во второй их приезд в Монмуранси в 1760 году, ввиду того, что Юлия была уже прочитана, я прибег к чтению Эмиля, чтобы сохранить свое положение возле герцогини. Но это не имело такого успеха, потому лишь что тема пришлась менее по вкусу, или чтение в таком количестве в конце концов наскучило. Однако считая, что книга продавцы всегда меня обманывают, она пожелала взять на себя хлопоты по изданию этой книги, чтобы оно принесло мне больше выгоды. Я согласился при непременном условии, что Эмиль будет напечатан не во Франции. По этому поводу у нас даже вышел долгий спор. Я утверждал, что молчаливого разрешения добиться невозможно, и даже просить об этом рискованно, а иначе печатать свою книгу в пределах королевства не соглашался. Она утверждала, что при системе, принятой правительством, это не составит для цензуры ни малейшего затруднения. Она нашла способ привлечь на свою сторону господина де Мальзерба, и он прислал мне по этому поводу собственноручное длинное письмо, где доказывал, что исповедание веры совойского векария как раз такое произведение, которое встретит одобрение всего света, и в частности французского двора. Я был удивлен, что этот сановник, всегда столь опасливый, вдруг проявляет такую сговорчивость. так книга была им одобрена, печатание ее тем самым становилось законным, и у меня больше не было возражений. Однако по странной щепетильности я продолжал настаивать, чтобы она печаталась в Голландии, и чтобы это было поручено книгоиздателю Неольму, которого я сам указал, предупредив его. Но я не возражал, чтобы прибыль от издания пошла какому-нибудь французскому книгопродавцу, и чтобы после выпуска оно было распространено в Париже или любом другом месте, лишь бы распространение его меня не касалось. Вот в точности то, что было условлено между герцогиней и мною, после чего я передал ей свою рукопись. На этот раз она привезла с собой свою внучку, мадемуазель де Буфле, теперь герцогиню де Лузен. Ее звали Амели. Это было прелестное существо. У нее было действительно невинное личико, невинная нежность, невинная застенчивость. Не может быть ничего милей и привлекательней и ее облика, нежнее и целомудренней чувств, вызываемых ею. Впрочем, это был еще ребенок, ей не было одиннадцати лет. Супруга маршала, находя ее слишком застенчивой, старалась ее расшевелить. Она несколько раз позволяла мне целовать ее, что я делал с обычной своей угрюмостью. Вместо ласковых слов, которые всякий другой говорил бы на моем месте, я оставался безмолвным, смущенным, и не знаю, кому было более стыдно, бедной девочке или мне. Раз я встретил ее одну на лестнице в малом замке. Она шла от Терезы, у которой сидела ее гувернантка. Не зная, что ей сказать, я попросил разрешения поцеловать ее, и она позволила это так же простодушно, как приняла мой поцелуй утром по приказанию бабушки и в ее присутствии. На другой день, когда я читал Эмиля у изголовья супруги маршала, мне как раз попался отрывок, где я справедливо осуждаю то, что сделал накануне. Она нашла, что моя мысль очень верна, и сказала по этому поводу что-то очень дельное, отчего я покраснел. Как проклинаю я свою невероятную глупость, так часто предававшую мне вид гадкий и виноватый, тогда как я был только сбит с толку и смущен. Подобная конфузливость у человека, относительно которого известно, что он не лишен ума, производит даже впечатление фальшивого оправдания. Могу однако поклясться, что при этом предосудительном поцелуе, как и всегда, сердце и чувства мои были не менее чисты, чем у мадемуазель Амели. И могу даже поклясться, что если бы в ту минуту я мог избежать встречи с ней, я сделал бы это. Не потому, чтобы мне не доставляло большого удовольствия ее видеть, но мне просто было трудно придумать и сказать ей мимоходом что-нибудь приятное. Как может это быть, чтобы ребенок приводил в смущение человека, которого не пугала власть королей? Но что поделать? Как вести себя, когда у меня нет никакой находчивости? если я принуждаю себя разговаривать с встречными людьми, я неизменно говорю что-нибудь неуместное. Если же я ничего не говорю, меня считают мизантропом, дикарем, медведем. Полная глупость была бы гораздо выгодней, чем такое отсутствие светских способностей, оказавшееся гибельным при тех способностях, которыми я действительно обладал. Под конец своего пребывания в Монмуррансе герцогиня сделала доброе дело, и я принял в нем некоторое участие. Дидро очень неосторожно обидел принцессу Де Рубек, дочь маршала. Палисо, которому она покровительствовала, отомстил за нее, написав комедию «Философы», где меня без обидно высмеял, а Дидро изобразил в чрезвычайно дурном свете. Комедия «Философы» представляет собой пасквиль на Дидро, Гельвеце и Дюкло. Руссо изображен в сравнительно более мягких тонах. От осмеяния Вольтера автор отказался вовсе. Пьеса инспирирована группой реакционных аристократов, возглавлявшейся Де Рубеком. Вероятно, автор пьесы обошелся со мной мягче не столько из уважения ко мне, сколько из опасения рассердить отца своей покровительницы, зная, что тот любит меня. Книга продавец Дюшен, тогда совсем незнакомый мне, прислал мне эту пьесу, когда она была напечатана. Подозреваю, что это было сделано по распоряжению по лесу, может быть, предполагавшего, что я с удовольствием увижу, как он смешивает с грязью человека, с которым я порвал. Он очень ошибся. Порвав с Дедро, которого я считал не столько дурным, сколько нескромным и бесхарактерным, я навсегда сохранил к нему в душе привязанность, даже уважение, и чтил память о нашей прежней дружбе, так как знал, что долгое время она была с его стороны такой же искренней, как и с моей. Совсем другое дело грим, человек лживый по природе, никогда меня не любивший, даже не способный любить. Он с радостью, без всякого повода, к неудовольствию, только ради того, чтобы удовлетворить свою черную зависть, стал моим тайным гонителем и жестоко клеветал на меня. Грим теперь в моих глазах ничто, а Дидро всегда останется для меня моим бывшим другом. Я был возмущен до глубины души этой отвратительной пьесы. Я не мог дочитать ее до конца и отослал обратно Дюшену со следующим письмом Монмуранси 21 мая 1760 года, просматривая присланную вами пьесу, сударь, я содрогнулся, обнаружив, что меня хвалят в ней. Я не принимаю этого отвратительного подарка. Уверен, что, посылая ее, вы не желали нанести мне оскорбление, но вы не знаете или забыли, что я имел честь быть другом достойного человека, гнусно очерненного и оклеветанного в этом пасквире. Дюшен показал мое письмо Дидро. Оно должно было его тронуть, но возбудило в нем досаду. Его самолюбие не могло простить мне моего великодушия. И я узнал, что жена его с ожесточением всюду поносит меня. Но это не произвело на меня особого впечатления, поскольку мне было известно, что все ее считают базарной торговкой. Дидро, в свою очередь, нашел Мстителя в лице Аббата Мурелле, написавшего против Палисо сочиненеца в виде подражания маленькому пророку под заглавием «Видение». Мурелле Андре Аббат де 1727-1819 публицист просветитель один из видных сотрудников энциклопедии название упоминаемой Руссо брошюры Мурелле предисловие к философам «Видение Шарля Палисо 1760-й год». В этой статье Мурелле очень неосторожно оскорбил госпожу де Рубек а ее друзья добились его заключения в Бастилию. Я уверен, что сама она не причастна к этому, так как по натуре чужда мстительности, да и была в ту пору почти при смерти. Даламбер, близкий друг Аббата Мурелле, написал мне, чтобы я попросил герцогиню Люксембурскую похлопотать о его освобождении, обещая в благодарность похвалить ее в энциклопедии. Это письмо вместе с несколькими другими исчезло из Люксембургского дворца, когда мои бумаги находились там на сохранении примечания Руссо. Примечания, которого нет в парижской рукописи. Вот мой ответ. Я не ждал вашего письма, сударь, чтобы выразить супруге маршала свое огорчение по поводу ареста Аббата Мурелле. Она знает, с каким участием я отношусь к нему, узнает теперь, с каким участием относитесь к нему вы, и для нее будет довольна, что он человек достойный, чтобы отнестись к нему с участием самой. Однако хотя она и господин маршал удостаивают меня благоволение, составляющего отраду моей жизни, и имя вашего друга является в их глазах рекомендацией для Аббата Мурелле, я не знаю, до каких пределов пристало им употребить в данном случае влияние, связанное с их рангом и уважением, которым они пользуются. Я даже не уверен, что мщение, о котором идет речь, имеет в виду принцессу Деробек, как вы, видимо, думаете. И если бы это было даже так, не следует ожидать, чтобы наслаждение местью было свойственно исключительно философам, и что, если они будут поступать как женщины, женщины станут философами. Я покажу ваше письмо герцогине Люксембургской и сообщу вам, что она ответит. Но мне кажется, я достаточно знаю ее и заранее могу уверить вас, что она с удовольствием окажет содействие освобождению Аббата Муреле, однако не примет той лесной даньи благодарности, которую вы обещаете заплатить ей в энциклопедии, так как она делает добро не для похвал, а оповинуясь своему доброму сердцу. Я не пожалел усилий, стараясь пробудить участие и сострадание герцогини по отношению к бедному узнику, и достиг этого. Она нарочно поехала в Версаль, чтобы повидать графа де Сен-Флорантена, и из-за этой поездки сократила свое пребывание в Монморансе. Маршал уехал одновременно с нею и отправился в Руан, куда король послал его в качестве губернатора Нормандии, чтобы успокоить какие-то волнения в парламенте. Вот письмо связка Г номер 23, написанное мне герцогине Люксембурской через день после ее отъезда. Версаль, среда. Маршал уехал вчера в 6 часов утра. Еще не знаю, поеду ли я к нему. Жду от него вестей, потому что он сам не знает, сколько времени пробудет там. Я видела господина Де Сен-Флорантена. Он наилучшим образом расположен к аббату Муралле, но усматривает препятствия в этом деле, которые, однако, надеется преодолеть, когда будет на докладе у короля на следующей неделе. Я также просила как милости, чтобы аббата не высылали, потому что об этом шла речь, его хотели выслать в Нанси. Вот чего мне удалось добиться, сударь. Но обещаю вам не оставлять господина Де Сен-Флорантена в покое, пока дело не кончится, согласно вашему желанию. Нужно ли говорить, что мне было грустно так рано покинуть вас? Лищу себя надеждой, что вы в этом не сомневаетесь. Люблю вас от всего сердца и на всю жизнь. Через несколько дней я получил записку от Даламбера, связка Де, номер 26, которая доставила мне искреннюю радость. 1 августа Благодаря вашим хлопотам, мой дорогой философ, Аббата выпустили из Бастилии, и арест его не будет иметь последствий. Он уезжает в деревню и шлет вам, так же, как и я, тысячу благодарностей и приветов. Прощай и люби меня. Аббат тоже написал мне несколько дней спустя благодарственное письмо связка Г, номер 29, где я, однако, не нашел особенной сердечности и где он даже в известной мере умолял оказанную мной услугу. А через некоторое время я обнаружил, что Даламбер и он отчасти, не скажу, вытеснили, но заменили меня у герцогинь Люксембургской, и я потерял в ее глазах столько же, сколько они выиграли. Впрочем, я очень далек от подозрений, что Аббат Мурелле был причастен к постигшей меня немилости. Для этого я слишком уважаю его. О Даламбере я здесь ничего не скажу. Я вернусь к нему в дальнейшем. В это время у меня было еще одно дело, послужившее поводом для последнего моего письма к господину де Вольтеру. Он всем заявлял, что письмо это гнусное оскорбление, но никогда никому не показывал его. Я возьму здесь на себя то, чего не пожелал сделать он. Аббад Трюбле, которого я немного знал, но видел очень редко, письмом от 13 июня 1760 года связка Г номер 11, предупредил меня, что господин Формей, его друг и корреспондент, напечатал в своем журнале мое письмо к господину де Вольтеру о землетрясении в Лиссабоне. Формей, Жан Луи-Самуэль 1711-1797, один из второстепенных французских энциклопедистов, живший и работавший в Берлине. Аббад Трюбле хотел знать, как это опубликование могло произойти, и, отличаясь пронырливым и иезуитским складом ума, спрашивал, что я думаю о перепечатке этого письма, но сам не высказывал своего мнения. «Мне перепечатал мое письма, а первый опубликовал его». Я знал его, как дерзкого плагиатора, бесцеремонно извлекавшего прибыль из чужих произведений, хотя в то время он еще не доходил до такого невероятного бесстыдства, чтобы снять с уже опубликованной книги имя автора, поставить на ней свое имя и продавать эту книгу в свою пользу. Так он впоследствии присвоил себе Эмиля примечание Руссо. Перед этими словами в парижской рукписи вставлен следующий отрывок фразы «Невероятное бесстыдство, которое он проявил по отношению ко мне». Примечание к комментируемой фразе существует только в Женевском издании. «Но каким путем мое письмо попало к нему?» Об этом нетрудно было догадаться, но по свойственной мне наивности я все-таки был в затруднении. Хотя в этом письме я воздавал Вольтеру чрезмерные почести, однако он, даже при всех своих неучтивых поступках по отношению ко мне, имел бы основание жаловаться, если б подумал, что я позволил напечатать письмо, не испросив его согласия. И я решил объясниться с ним. Вот мое второе письмо, на которое он не дал никакого ответа, притворившись, чтобы лучше оправдать свою грубость, будто приведен им в бешенство. Монмуранси, 17 июня 1760 года Я не предполагал, сударь, что окажусь когда-либо снова в переписке с вами. Но узнав, что в Берлине напечатано письмо, написанное мною вам в 1756 году, я должен объяснить свое поведение в этом деле и исполню эту обязанность правдиво и откровенно. Это письмо, действительно адресованное вам, не было предназначено для печати. Я передал его под этим условием трем лицам, которым в силу прав дружбы не мог отказать в чем-либо подобном. Но эти же права еще менее позволяли им злоупотребить моим доверием и нарушить данное обещание. Этими тремя лицами были госпожа де Шенонсо, невестка госпожи Дюпен, графиня Дудето и один немец по фамилии Гримм. Госпожа де Шенонсо желала, чтобы это письмо было напечатано, и просила моего согласия на это. Я ей ответил, что оно зависит от вас. Вас попросили дать согласие, вы в нем отказали, и об этом больше не было речи. Между тем господин Аббат Трюбле, с которым у меня нет никаких отношений, пишет мне, движимый благородной предупредительностью, что, получив оттиск одной из книг журнала господина Формея, он прочел там это самое письмо с извещением, помеченным 23 октября 1759 года, где редактор говорит, что нашел его за несколько недель перед тем у берлинских книгопродавцев. И так как это один из тех летучих листков, которые быстро исчезают бесследно, счел себя обязанным поместить его в своем журнале. Вот, сударь, все, что я знаю. Не может быть сомнений, что в Париже до сих пор даже не слыхали об этом письме. Не может быть сомнений, что экземпляр рукописный или печатный, который оказался в руках у господина Формея, мог попасть к нему либо от вас, что невероятно, либо от одного из трех только что названных мной лиц. Наконец, не может быть сомнений, что обе дамы не способны на подобное предательство. Больше я ничего не могу знать в своем уединении. У вас есть корреспонденты, при помощи которых вам легко было бы, если только стоит труда, добраться до источника и выяснить, как было дело. В том же письме аббат Трюбле сообщает мне, что он хранит свой экземпляр у себя и не покажет его никому без моего согласия, которого я, разумеется, не дам. Но, возможно, этот экземпляр не единственный в Париже. Я желал бы, сударь, чтобы письмо это не было там напечатано и сделаю для этого все, что от меня зависит. Но если мне не удастся это предотвратить, и я узнаю об этом заблаговременно, то воспользуюсь своим преимуществом и без колебаний напечатаю его сам. Мне кажется, это справедливо и естественно. Что касается вашего ответа на мое письмо, я никому его не передавал. И вы можете быть уверены, что он не будет напечатан без вашего согласия. А я, разумеется, не позволю себе просить его у вас, хорошо зная, что то, что один человек пишет другому, не предназначается для публики. Само собой понятно, при его жизни и моей, и, конечно, самая строгая щепетильность не могла бы потребовать большего, особенно по отношению к человеку, который попирает ее. Примечание Руссо. Но если бы вы пожелали написать ответ для опубликования и прислать его мне, я обещаю вам присоединить его к моему письму и не возражать на него ни слова. Я не люблю вас, сударь. Вы причинили мне самые мучительные страдания. Мне, вашему ученику и почитателю. Вы развратили Женеву в награду за гостеприимство, которое она вам оказала. Руссо считал пагубным учреждение в Женеве театра, осуществившееся по инициативе и присодействии Вольтера. Вы отдалили от меня моих сограждан в награду за те хвалы, которые я расточал вам, находясь среди них. Вы делаете мне пребывание на родине невыносимым. Из-за вас мне придется умереть на чужбине, лишенном всех утешения умирающего, и вместо всяких почестей быть выброшенным на свалку, тогда как вам на моей родине будут оказывать все почести, каких может ожидать человек. Я, наконец, ненавижу вас, раз вы того желали, но ненавижу как человек, который мог бы вас любить, если бы вы пожелали этого. Из всех моих прежних чувств к вам в сердце у меня осталось столько восхищения, в котором нельзя отказать вашему прекрасному дарованию и любовь к вашим произведениям. Если я не могу чтить у вас ничего, кроме ваших талантов, это не моя вина. Я никогда не откажу им в уважении, которого они заслуживают, и мои поступки всегда будут ему соответствовать. Прощайте, сударь. Следует заметить, что прошло почти семь лет с тех пор, как это письмо было мною написано, а я не говорил о нем и не показывал его ни одной живой душе. Так же было и с теми двумя письмами, которые господин Юм прошлым летом заставил меня написать ему, до тех пор, пока он не поднял из-за них всем известную шумиху. Все то дурное, что мне приходится говорить о моих врагах, я говорю по секрету им одним. Если же можно говорить о них хорошее, я говорю это публично и от всего сердца. Примечание Руссо. Среди всех этих мелких литературных дрязг, все более укреплявших меня в моем решении, я был удостоен самой большой почести, какую только доставляли мне мои произведения, и к которой я был всего чувствительней. Принц де Конти соблаговорил дважды посетить меня. Один раз в Малом замке, другой в Мон-Луи. Он даже выбрал оба раза такое время, когда герцогиня Люксембургской не было в Мон-Мурансе, желая подчеркнуть, что приехал ради меня. Я никогда не сомневался, что первыми знаками внимания со стороны этого принца я обязан ей и госпоже де Буфле. Но не сомневаюсь также, что благоволением, которое он с тех пор всегда выказывал мне, я обязан самому себе и его приязни ко мне лично. Обратите внимание, как упорно держалось это слепое и глупое доверие после всех оскорблений, которые должны были открыть мне глаза. Оно прекратилось только после моего возвращения в Париж в 1770 году. Примечание Руссо. Так как моя квартира в Мон-Луи была очень мала, а местоположение башни очаровательно, я повел принца туда, и он в довершение своих милостей пожелал оказать мне честь, сыграв со мной в шахматы. Я знал, что он выигрывает у кавалера де Лоранзи, который был сильнее меня. Однако, несмотря на знаки и ужимки кавалера и других присутствующих, я делал вид, будто не замечаю их, и выиграл обе партии. Кончив, я сказал тоном почтительным, но серьезным, Монсеньор, я слишком почитаю ваше высочество, и поэтому не опасаюсь выигрывать у вас в шахматы. Этот великий принц, полный ума и просвещенности, и столь достойный того, чтобы ему не льстили, думается мне, понял, что я один обращаюсь с ним, как с человеком, и у меня есть все основания полагать, что он был мне искренне благодарен за это. Если б он был этим недоволен, и тогда я не стал бы упрекать себя за свое нежелание обмануть его в чем бы то ни было, и, конечно, мне не приходится так же упрекать себя за то, что в сердце своем я недостаточно отвечал на его доброту, хотя иногда делал это нелюбезно, тогда как он сам необыкновенно обаятельно выказывал мне свою милость. Несколько дней спустя он прислал мне корзину дичи. И я принял ее надлежащим образом. Через некоторое время он прислал другую, и один из его ловчих написал мне по его приказанию, что это дичь от охоты его высочества, застреленная им самим. Я принял и на этот раз, но написал госпоже де Буфле, что больше принимать не буду. Письмо мое было встречено всеобщим порицанием и по заслугам. Отказаться принять в подарок дичь от принца крови, да еще делающего подарок так учтиво, это не столько щепетильность гордого человека, желающего сохранить независимость, сколько грубость зазнавшегося невежи. Я никогда не перечитывал этого письма в своем собрании без того, чтобы не покраснеть и не пожалеть, что написал его. Но ведь я задумал писать исповедь не для того, чтобы замалчивать свои глупости, а эта невежливость так возмущает меня самого, что я не позволю себе скрыть ее. Я едва не сделал другой глупости, вздумав стать его соперником. В ту пору госпожа де Буфле была еще его любовницей, а я ничего не знал об этом. Госпожа де Буфле довольно часто навещала меня вместе с кавалером де Лоранзи. Она была красива и еще молода. Она усвоила римский строй мыслей, а у меня он всегда был романтический, что довольно близко. Я чуть было не увлекся. Думаю, она это заметила. Кавалер де Лоранзи заметил тоже. По крайней мере, он заговорил со мной об этом и в таком тоне, что отнюдь не обескуражил меня. Но на этот раз я оказался благоразумным. Да и пора было образумиться в пятьдесят лет. Помня урок, преподанный мною в письме к де Ламберу, я постыдился так дурно им воспользоваться самому. К тому же я узнал то, чего не знал раньше. И, конечно, только совсем потеряв голову, можно было соперничать с такой высокой особой. Наконец, я, быть может, еще не вполне исцелился от своей страсти к госпоже ду-де-то, чувствуя, что никто уже не может занять ее место в моем сердце, я навсегда простился с любовью. Теперь, когда я пишу это, я только что испытал на себе очень опасное заигрывание и очень волнующие взгляды одной молодой женщины, имевшей свои виды. Но если она притворилась, будто забыла о двенадцати моих пятилетиях, то я помнил о них. Выпутавшись из этих сетей, я уже не боюсь упасть и отвечаю за себя до конца моих дней. Госпожа де Буфле, заметив, какое волнение она во мне вызвала, имела также возможность заметить, что я справился с ним. Я не настолько безумен и не настолько тщеславен, чтобы вообразить, будто мог в моем возрасте понравиться ей. Но на основании нескольких слов, сказанных ею Терезе, мне показалось, что я заинтересовал ее. Если это было так, и если она не простила мне этого обманутого интереса, приходится признать, что я действительно рожден для того, чтобы быть жертвой своих слабостей, победившая любовь оказалась для меня роковой, а любовь побежденная еще более пагубной. На этом кончается собрание писем, служившие мне путеводителем при написании этих двух книг. Дальше я пойду только по следам своих воспоминаний. Но жестокие воспоминания этих дальнейших лет запечатлелись во мне с такой силой, что, теряясь в необъятном море моих несчастий, я не могу забыть подробностей первого своего крушения, хотя последствия его помню лишь смутно. Поэтому в следующей книге я могу идти вперед еще довольно уверенно. Но дальше мне уж придется подвигаться только ощупью. Музыка Музыка Продолжение следует...